Доброе утро, друзья! Мы начинаем наш вебинар. Сегодня мы проведем его совместно с Андреем Силаевым, разработчиком модуля email маркетинга, и я, Юрий Волошин, являющий продакт-менеджером компании 1SBITREX. Здравствуйте! Доброе утро! Традиционно перед нашим вебинаром давайте проверим, все ли у нас в порядке, видите ли вы нас, слышите ли вы нас. У вас есть вкладочка в вашем приложении, да, поставьте традиционные плюсики, слышно ли нас, видно нас. Ну, судя по плюсикам, люди уже все бывалые, все в порядке, у нас все работает. Спасибо большое! Идем дальше. Если вдруг у вас нет звука, то попробуйте переподключиться, то есть выйдите из вебинара, войдите заново. Чтобы не смотреть на нашу картинку, если вы хотите посмотреть, что происходит у нас на экране, вы можете уменьшить видео, и, соответственно, у вас увеличится картинка с презентации. Запись традиционно обязательно будет, мы ее выложим после вебинара. Так, что у нас сегодня будет на вебинаре? На вебинаре мы расскажем вам вообще, что такое email-маркетинг, расскажем о нашем модуле email-маркетинга, расскажем, как с ним работать, какие возможности есть внутри этого модуля, расскажем, как засосать адреса, получить эти адреса, и, соответственно, покажем, как настроить и вообще настроить систему работы с нашей, как бы, с нашей почтой, с нашими email-рассылками. Давайте выйдем из презентации, переключимся сразу в боевой режим, так сказать, будем все делать сразу на бою. Где находится модуль email-маркетинга? Переходим во вкладочку «Маркетинг». У нас здесь есть два раздела. Это раздел email-маркетинга и раздел триггерных рассылок. О триггерных рассылках мы поговорим чуть позже. Сейчас остановимся на рассылках. Но прежде чем мы перейдем вообще к настройкам рассылок, к понятию рассылок, к расскажем, как все это делать, нужно немножко отвлечься. Модуль email-маркетинга – это не самостоятельный модуль. Он не является модулем, который рассылает по факту письма. Это модуль, который, скорее, управляет вашими рассылками, управляет письмами, дает возможность вам настраивать рассылки по всяким триггерным сработкам. То есть этот модуль, который дает возможность внутри 1С Битрикса полностью работать с почтой. Но, к сожалению, этот модуль не является рассылкой. По факту он не рассылает сами письма. Чтобы работала схема рассылки, вам на вашем сервере нужно настроить тот почтовый коннектор, через который вы будете отправлять почту. Я не буду показывать настройку на сторонних продуктах. Это будет зависеть от вашего хостера. И, скорее, нужно разговаривать с вашим хостером, как делать настройку. Я покажу, как делать настройку и в каком месте сделать настройку на нашей машине, на нашем окружении, которое мы предоставляем бесплатно, которое можно скачать с нашего сайта и на котором очень часто стоят наши продукты. У нас две версии окружения. Есть более свежая версия. Это 5.1.4. Это последняя версия на данный момент. У меня обновленная машина. Но как раз-таки наша установка, на которой мы будем делать демонстрацию, стоит на этой версии, установлена на этой версии. Что же необходимо сделать, чтобы заработала у вас рассылка? Нужен любой email-адрес, который вы можете открыть бесплатно на любом из сервисов. Это может быть Яндекс, это может быть Google, это могут быть иные сервисы. Желательно использовать какой-то сторонний адрес, потому что при большом объеме рассылок, при проблемах с рассылками, при плохой базе рассылки, непонятно, где она взята у вас. Это могут быть купленные адреса, это могут быть адреса ваши реальные. Люди могут нажимать вашу рассылку в спам и ваш ящик могут забанить. Поэтому лучше открыть отдельный ящик, назвать его там, я не знаю, рассылки. И его нужно настроить внутри машины. Что нужно сделать? На машине версии 5.1.4, ну или 5.x, на любой, в принципе, 5.5 машине, нужно войти в меню 6. Это управление с сайтами, которые находятся у вас в пуле. У меня, если видно наверху, достаточно большое количество сайтов, через которые могу и работать. Дальше нужно настроить самый mail-адрес. Это пункт 4. Нажимаете 4 пункт. Система вам пишет, какие у вас есть сайты. И вы можете начинать настраивать сайт, указывая конкретный адрес, с которым будет работать данный конкретный сайт. Чем отличается пятая машина от четвертой? Мы сейчас не будем настраивать адрес. Там при запуске мастера нужно набрать просто имя вашего сайта. И дальше у вас спросят стандартных 4 параметра. Вам нужно сказать название вашего ящика, вам нужно назвать логин ящика, пароль ящика, и используется ли TTL или не используется. Это уже в зависимости, где вы создали ящик. Чем отличается пятая машина от четвертой старой нашей машинки? Мы ее сейчас тоже посмотрим, как настраивается. Я открыл специально окошечко. Вот это вот четвертая машина наша. На пятой машине можно настраивать ящик, уникальный для каждого из сайтов. На четвертой машине раньше, у меня вот стоит 4.3.4, это последняя машина, которая была на тот момент четвертой версии, установленная у меня. На четвертой машине, к сожалению, можно было создать только один ящик на одну установку. У меня, как вы видели, достаточно много здесь установок стоит, как тестовых, так и боевых. Соответственно, я могу настроить для каждой установки свой уникальный ящик, и он будет работать именно с этого ящика. На четвертой машине я могу настроить, к сожалению, только один ящик. Делается это через первый пункт меню. Тоже стандартная процедура. Здесь, единственное, не спрашивают у вас, для какого домена вы настраиваете. Вас сразу будут спрашивать, через какой сервер будет происходить отправка, логин, пароль и так далее. То есть запускаете и выполняете настройку. Настройку тоже мы делать не будем. Я машины показать просто хотел, как можно сделать, в каких пунктах меню можно сделать настройки. Давайте я закрою машину, чтобы они не висели, а то там рутовые доступы. Так, все, мы настроили машину, добавили адреса, почта у нас работает. Как можно легко проверить, что почта действительно работает? Есть такой небольшой лайфхак, который позволяет быстренько проверить работоспособность почты. Можно перейти в главный модуль. И у нас здесь есть, вернее, даже не в главный модуль можно перейти, можно еще проще. Можно взять список пользователей, взять, например, администратора данного сайта и сделать вот такую вот проверку. То есть я сделал оповещение пользователя. В данный момент ушло письмо на данного пользователя. Если вы настроили все корректно, то данный человек получит e-mail адрес, им получит почту. И вы бы убедитесь, что рассылочка ваша, не рассылочка, а коннектор на рассылочку у вас работает. Далее, чтобы не было каких-то проблем с баном ваших рассылок, чтобы не было проблем вообще с рассылками, нужно обязательно установить задержки и количество писем, которые вы отправляете. Желательно устанавливать почту не более, ну, я не знаю, там, 2000 адресов за раз. Даже это, если честно, достаточно много. Лучше немножко меньше. Но у Яндекса, например, у меня при рассылке около 60 тысяч, у меня шаг стоит 2000 и в принципе нормально. Единственное, я ставлю достаточно большую паузу между рассылками. Я ставлю ее до 10 секунд. То есть раз в 10 секунд. У нас есть возможность рассылку делать двумя способами. Вы можете либо рассылку делать через агента. Что такое через агента? Это когда агент выполняется на заходе пользователя, то есть на хите, так называемый. Пользователь зашел на сайт, это не обязательно вы, это любой ваш пользователь. В этот момент срабатывает агент, который отправляет какую-то пачку рассылки. И вот если вы поставите 2000 адресов, у вас, например, в рассылке, я не знаю, 20 тысяч адресов, соответственно, вы, чтобы отправить такую рассылку, вам нужно сколько получается? 10 раз. 10. 10 раз, 10 пользователей должны зайти на ваш сайт, чтобы рассылка полностью ушла. Это при отправке на агенте. Поэтому смотрите, как у вас настроено, смотрите, какое количество адресов. Вообще на агенте отправлять, конечно, хорошо, но не всегда удобно. Есть второй вариант рассылки. Он достаточно сложен для тех, кто не использует нашу машину, то есть наше окружение, которое я показывал, потому что нельзя сделать это в автомате. На нашем окружении вы можете поставить крон, можете просто сохранить, и система автоматически рассылку переставит на крон. Единственный минус работы через крон, там нет понятия деления. Вам нужно это деление делать внутри вашего крона, делать какие-то задержки, делать, чтобы он как-то кусочками это отправлял. То есть здесь нужны знания какие-то администрирования. Если это ничего не делать, рассылка будет отправлена махом. Если у вас 60 тысяч адресов, они все автоматически попадут на крон, и с крона будут уже рассылаться. Поэтому здесь немножко уже нужно быть внимательным и аккуратным. Если вы не разбираетесь, как работает крон, как его настраивают, лучше, конечно, использовать систему работы на хитах. И, к сожалению, работа на хитах имеет другой небольшой минус. Она хорошо работает на сайтах с хорошей посещаемостью. Если у вас посещаемость невысокая, менее 100 или около 100 уникальных посетителей в сутки, то, к сожалению, может рассылочка немножко затянуться. При большом количестве посещений, хотя бы от 100 и выше, там, в принципе, на хитах можно вполне работать. Итак, это основные вещи, которые нужно сделать, чтобы вообще рассылочки заработали. Переходим к нам в маркетинг, переходим в список адресов. Прежде чем что-то рассылать, естественно, нужно добавить адреса, с которыми мы будем работать. Как работает вообще система нашей email маркетинга? Сначала мы затягиваем те адреса с тех мест, которые есть уже внутри сайта. Вот у меня на сайте есть пользователи. Если перейти в список пользователей, у меня здесь уже есть пользователи. Их 1135 человек. Я тестово загрузил сюда базу пользователей, чтобы показать, как это все работает. Вернее, база вчера была 10 тысяч, но Андрюха говорит, давай поменьше сделаем, не будем людей мучить. Окей, давай сделаем поменьше. И убавил немножко базу. Все, у нас есть база пользователей. Это стандартные пользователи, которые регистрировались на сайте, которые делали у вас, например, на сайте заказы или там еще как-то работали на сайте. И вы хотите сделать рассылку. Нужно эти адреса импортировать. Не обязательно. Это если мы хотим их просмотреть, то мы сюда за... Да, это если хотим их просмотреть. Я понимаю. Ну, считаем, что у нас сайт уже работал. Мы поставили email-маркетинг, как в данном случае. И хотим все-таки адреса какие-то получить. У нас есть три способа получения адресов. То есть, да, правильно Андрей говорит, это не обязательно. Мы сейчас расскажем, почему не обязательно. У нас есть три группы адресов. Вернее, три возможности импортировать адреса в нашу систему. Это добавить адреса вручную. Не очень интересный способ, но он хорошо работает, когда нужно какой-то конкретный адрес загрузить. Есть возможность добавить через файл. Это обыкновенный файл со списком адресов, который тоже может быть экспортирован. Вернее, импортирован. У нас есть возможность импортировать из источников. Что такое наши источники? Это так называемые наши коннектора. Запускается небольшой мастер, который пробегает четыре пункта стандартных, где могут храниться адреса. Это магазин покупателей. Нажимаем кнопочку импорта. У меня здесь нет ни одного заказа. Соответственно, у меня ни одного адреса не загрузилось через этот коннектор. Я говорю, дайте мне следующий коннектор. Он проверяет подписки на рассылки. Это старая, насколько я понимаю, система рассылок. Это старый модуль. Мы затягиваем информацию из старого модуля. Нажимаем импортировать. Так как у меня нет никаких данных в старом модуле, соответственно, у меня тоже ни одного адреса не загрузилось. Теперь мы подписки на рассылки. Это наше старое тоже хранилище, насколько я понимаю. Это мы просто результат сейчас просмотрим. Извиняюсь. И все. Наши пользователи. Это вот наши пользователи, которые зарегистрированы на сайте. У нас на данный момент 1135 адресов. Это то, что мы видели в списке пользователей. Действительно, система нашла. И мы начинаем их импортирование. Импортирование достаточно недолгий процесс. Вот тысяча адресов буквально за полторы-две секундочки у нас импортируется. При 10 тысячах, почему мы убавили, импорт шел где-то 10-12 секунд, и мы поэтому немножко его убавили. Все. База загружена. Вот появились наши адреса. Как сказал правильно Андрей, это не обязательно делать. Мы, кстати, можем удалить и показать, как импортируется внутри из мастера. Ты же из мастера, да, наверное, имел в виду? Ну, да. Что, покажем или оставим такой списочек уже? Ну, пока оставим. Давай, хорошо. Оставим список. Все, импорт произошел. Выбираем следующий источник. И четвертый источник – это целевая распродажа товаров. Это что-то бигдата. Это бигдата, да. Это наш список бигдата. Это рассылка, связанная с бигдатой. Четвертый источник. Все. Пытаемся его импортировать. У меня его тоже нет на сайте, естественно, потому что сайт я поднял как демоверсию для вас. Уникально, так сказать. Поэтому у меня здесь никаких рассылок нет. Все. Импорт адресов мы сделали. Давайте разобьем наш традиционный рассказ на какие-то вопросы и ответы. Давайте я попробую поотвечать. У нас здесь достаточно много уже вопросов накопилось от клиента. Давайте попробуем немножко поотвечать на ваши вопросы. Имеется почта для домена на Яндексе. При наличии 7000 адресов невозможно делать рассылку. Почта после 800 писем начинает уходить в спам. Как увеличить лимит? Купить сертификат или использовать арендованный СМТП сервер? Спрашивает это Юрий Несеров. Юрий, смотрите, какая ситуация. Во-первых, на почте на Яндексе нужно пройти правильную настройку. Нужно поставить все сертификаты. Как они там правильно назывались? Там у них есть почта, после того, как она правильно настроена, она появляется, как бы зеленый такой значок. Вот у меня здесь на почте. Нет, здесь на ней посмотрим, да? Они перестали здесь. А, нет, вот. У меня есть такой вот значок, который говорит, что Dekim называется. Тип подписи. Нужно настроить Dekim. Настраивается он внутри вашего ПДД Яндекса. Если у вас Яндекс на почте, на домине, на ПДД Яндекса, на доминой почте Яндекса. Нужно его настроить, получить вот такой вот значочек у вас в почте. После этого как бы спама будет меньше. Дальше спам может появляться из-за того, что пользователи нажимают, что вы спамер. Ну, то есть нажимает кнопочку спама. Тут уже нужно просто работать над рассылкой и что-то с ней делать. Вы можете попытаться уменьшить количество писем, отправляемых за раз. То есть если вы говорите, что у вас начинаются проблемы с 800 писем, то, наверное, начинайте работать, ну, просто уменьшите количество вот с 500, например, писем за хит. Здесь, возможно, проблема в том, что ограничение в час, количество отправляемых писем в час. И тогда как раз нужно воспользоваться настройкой в модуле, указать ограничения. То есть можно показать там настройки. То есть то, что мы показывали. Олег Терехов спрашивает, сторонний это другой ящик на моем же сервере или другой ящик на другом сервере? Но я обычно стараюсь настраивать ящики, которые созданы на других серверах, чтобы не банили мой сайт, мой домин. Потому что как бы не очень важно, через что будет происходить рассылка. Вы можете этот ящик просто пересылать к себе всю информацию, если на нее даже будут отвечать. И я обычно стараюсь открывать дополнительные адреса. Если даже адрес забанили или начинают его пессимизировать, не вернее, не пессимизировать, а по спаму, уменьшать лимит, который он может отправлять, вы можете просто открыть еще один ящик. И все, этот ящик будет работать. Главное, чтобы не забанили весь домин, чтобы было с чего открывать как бы эти ящики. Вы можете вообще просто взять стороннюю почту, почту открыть, то есть назвать ее там ваша компания Собачка Яндекс.Ру. И делать рассылку с нее. Тут не важно. Вы можете с почты, с домина. То есть если вы на ПДД Яндекса настроите почту к домину, подключите свой домин через нее, настроите email адрес и будете рассылать тоже через Яндекс. Можете так делать через свою почту. То есть это сторонний ящик или ваш ящик на вашем домине, но он находится не на вашей машине. Старайтесь не настраивать почту внутри нашей машины. Старайтесь использовать все-таки сервера какие-то сторонние. Конечно, можно купить платный коннектор к SMTP серверу какому-то. Через него рассылка будет более надежной, будет меньше проблем. В принципе, такие коннектора достаточно недорогие. Они продаются обычно от объема почты, которую они рассылают. При до 100 тысяч адресов обычно это стоит менее 5 долларов. Я находил системы, которые делают рассылку. Так, а сайт, который будет в рассылке, не забанят? Виталий спрашивает. Ну, сайт не могут забанить, если это будет сторонняя почта, какая-то отдельная почта, например, не связанная с вашим домином. То есть банят все-таки не ваш сайт, банят ваш домин. Единственное, что будьте аккуратны, если вы все-таки отправляете почту через ваш ящик, который привязан к вашему домину. То есть если вы будете сильно спамить, могут забанить и весь домин. То есть не сможет уходить рассылка вообще с вашего домина. Ну и у каждой системы рассылок обычно банят какие-то крупные сервера, рутовые. Это Яндекс, Гугл, Мейл.ру. У каждого из них есть специальная страница, на которую можно зайти и написать, скажем так, сообщение, как типа техподдержки. Сказать, ребята, я не спамер, это моя рассылка и так далее. Можно им что-то обосновать. Они обычно убирают бан, снимают с каких-то ящиков, выдают какие-то рекомендации. Я с Яндексом уже несколько раз общался. Они на подозрение на спам пытались мои ящики блокировать, уменьшать лимит. Ребята достаточно адекватные, и мне возвращали без проблем лимит наверх. Так, что за машина, где ее искать, Дарья спрашивает. Это наше окружение, которое установлено на... вернее, можно скачать на нашем сайте 1SBitrix, но вы его можете поставить только тогда, когда у вас, как в данном случае у меня, Dedicate Server, то есть выделенный сервер. Я ставлю окружение свое. Либо вам хостер предоставил наше окружение. Очень много хостеров предоставляют наше окружение как основу. Вы можете через него работать. Если вы используете какое-то стороннее окружение, какие-то сторонние настройки, то вам нужно просто проконсультироваться с хостером, как вам указать адрес, чтобы происходила рассылка. Очень часто у панелей хостеров есть прямо внутри панелей установка адресов, которые привязываются к конкретному сайту. Это будет такая же точная процедура, как я сделал через пункты меню. Вы сделаете через своего хостера, через его какую-то панельку, на которой вы делаете настройки вашего сервера, где меняете пароль, настраиваете, какие у вас есть адреса и так далее. Спрашивают насчет записи. Еще раз повторяю, запись обязательно будет. Звук тоже у нас будет. Тут Анна спрашивает. Звук нужно просто переподключиться. Спрашивают, кто такой агент. Агент это... Может, ты объяснишь правильно? Агент это задание, которое дается серверу, чтобы выполнить какое-то там определенное время. Допустим, это рассылка. Мы указываем, что нужно выполнить рассылку, отправку рассылки, указанную через час. И когда человек заходит на сайт, то происходит проверка, нужно ли что-то выполнить. Это и есть как раз-таки выполнение агента. Ну, и если по сайту никто не ходит, ну, нет посетителей, нет поисковиков, то агенты не выполняются. Как раз в этом отличие от крона. Крон – это периодическое выполнение заданий без участия там всяких посетителей. Оно будет всегда выполнено. Так. Андрей спрашивает. Нет раздела рассылки в Bittrex и как у вас бизнес? Последний раз обновление было 17.11.2015 года. Ну, во-первых, у вас может не быть обновлений последних. Я не помню, в какое время мы выпустили рассылки. Но достаточно давно. Первая версия вышла так точно год назад. Если у вас нет рассылки, вы можете зайти в раздел «Настройки», в раздел «Модулей» и проверить, что у вас установлен модуль e-mail рассылок. Сейчас я его найду. e-mail маркетинг. Проскочил что ли? Наверное, в самом начале. Не вижу, не вижу, не вижу. Вот он. Вот он. Все, вот у меня установлен модуль. Вот проведена установка. Если у меня какие-то модули не установлены, как в данный момент, видите, у меня стоит не установлено. Проверьте, сделана ли установка у вас этого модуля. Если установка сделана, то и у вас нет рассылок, обратитесь, пожалуйста, в техническую поддержку. Но, скорее всего, у вас просто не стоит модуль. Вот как у меня он установлен. В чем основное отличие e-mail маркетинга от подписки и рассылки? Подписка и рассылка – это, насколько я понимаю, старый модуль. Я бы его уже не советовал использовать, потому что он не развивается. Его можно, в принципе, даже удалить. Да, он уже давно не развивается. Он очень давно не развивается. И есть коннектор, который мы как раз показывали. Да, который затягивает. Можно затянуть старые адреса, которые были в том модуле. Так, все. Так, 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 так. Ну, писем очень много. Давайте мы продолжим немножко. Ой, писем, вернее. Сообщений с вопросами очень много. Давайте мы продолжим немножко вебинар, а потом вернемся дальше к сообщениям, связанных по следующим темам. Возвращаемся в наш маркетинг. Итак, мы затянули адреса. У нас есть список адресов. Теперь давайте попробуем сделать какую-то рассылку. Рассылки есть двух видов. Первая рассылка самая простая. Когда вам нужно создать просто одиночную рассылку, сделать ее одноразово. Это какая-то рассылка о каких-то событиях, которые проводятся у вас в мероприятии и так далее. Что нужно для этого сделать? Вам нужно добавить рассылку через мастер, либо добавить ее вручную. Ну, давайте попробуем через мастер. Так проще, так быстрее. Не нужно делать лишние действия. Запускается мастер, который проведет вас по шагам. Что необходимо здесь сделать? Вы можете выбрать или создать рассылку. То есть вы можете выбрать из тех рассылок, которые у вас есть, либо создать новую рассылочку. Будем делать новую, потому что у меня нет никакого списка. Нужно назвать рассылку, ну пусть это будет у нас, я не знаю, тестовая рассылка. Ну или, да, анонсов. Можете написать описание рассылки. Насколько я помню, описание доступно получателям. Получателям доступно это при переходе на отписку, правильно? При отписке, в том числе при подписке, можно вывести. Вот. Вот это описание у вас выводится, когда вы на сайте делаете подписку или отписку. Но не будем его заполнять, мы не будем подписываться, не будем отписываться. Вывод в публичную часть для подписки. Если вы устанавливаете данную галочку, данная рассылка попадет как возможность подписаться у вас на сайте. Что это такое? У вас на сайте, давайте на какой-нибудь проект зайдем, чтобы было проще показать. Ах, зачем нам админка? Вот. У меня есть подписка. И вот эта вот подписка, если вы будете ставить галочку, вот эту вот, то здесь будет появляться список подписок, к которым клиент может подписаться. В моем случае это одна подписка, и я не вывожу никакую информацию о этой подписке. Вы просто подписываетесь на одну конкретную рассылку. В данном случае, устанавливая эту галочку, вы можете сказать, чтобы появилась эта подписка в подписке, в конкретной. И если у вас несколько рассылок по тематикам, например, новости, поступления товаров, я не знаю, там, акции и так далее, вы можете создать несколько рассылок, и клиент будет подписываться именно к тем разделам, которые ему интересны. Тем самым вы не будете как бы лишний спам рассылать для тех клиентов, которым не нужна какая-то рассылка, и, соответственно, у вас меньше будет нареканий на спам. Все, мы создали название рассылки, идем дальше. Далее необходимо создать группу, либо выбрать группу. Так как у нас ничего не настроено, мы создадим новую группу. Это та группа отбора писем, которую необходимо вам сделать, и она у вас будет автоматически пополняться. Ну, назовем, у нас группа будет, например, основные подписчики. Можно сделать описание группы для тех, кто будет с ней работать. Это описание никуда не попадает, оно именно служит для вас как помощь, что это за рассылка. Дальше нужно выбрать, откуда добавлять, или, вернее, откуда фильтровать вашу рассылочку. Это может быть получение адресов, как получатели-подписчики. Это список адресов, которые загружены у нас, насколько я понимаю. Да, которые мы показывали. Да, которые мы показывали. Это может быть информация с веб-форм, инфоблоков, с магазина, с подписки и рассылки. Это старые, насколько я понимаю. Пользователи – это то, что мы загрузили в автоматическом режиме. И целевая распродажа товара. Чем отличается вот эта схема от той, которую я провел? Ту загрузку, которую информация я сделал в начале, она делается обычно один раз, и она загружает те данные, которые у вас есть в виде какого-то файла, либо вы его затянули с какого-то места. Это одноразовая загрузка. Вот здесь же, когда вы создаете группу, эта группа в автоматическом режиме апдейтится. То есть, если я говорю, что мне нужно забирать сюда пользователей моего сайта, то в автоматическом режиме все новые пользователи, которые будут добавляться, будут автоматически затягиваться в данную рассылку. То есть, вы добавляете фильтр. Вы можете написать, каких пользователей затягивать в данную рассылку. Вы можете все пользователи, в том числе неавторизованные, зарегистрированные пользователи, выбирать пользователей, имеющие право голосовать за рейтинг и так далее. В зависимости от выбранной группы, какой принадлежат ваши пользователи, вы будете видеть то число, количество пользователей, которое вы можете загрузить. В данном случае я взял пользователи, которые могут голосовать за рейтинг. У меня их 1100 человек. Активность мне не интересует. Вы можете установить крайнюю точку регистрации. Предположим, если ваш сайт существует достаточно долгое время, а вы хотите сделать рассылку только по новым пользователям, которые, например, заагистрировались за последний месяц. Сделать какую-то, например, акцию для них специальную для вновь зарегистрирующих. Или сделать наоборот, сделать рассылку для тех пользователей, которые достаточно давно были. Вы можете установить дату регистрации. Все, выбираем получателей, сохраняем. Коннектор создан, группа появилась. Все, можно переходить к следующему счету. Группу можно добавить. Да, группу можно добавить. Ну, нужно сюда, извиняюсь. Группу нужно выбрать, с которой мы будем работать. То есть сюда собираются те группы, которые вы создаете. Групп может быть очень много. Вы можете, находясь в мастере, как в данный момент, создать большое количество групп, сделать получение информации с разных источников. То есть вы, например, если ставите с источника инфоблоки, у вас, например, хранится какая-то информация внутри инфоблоков, то в автоматическом режиме все новые пользователи, все новые обращения или еще что-то, что вы храните в инфоблоке, появляясь в этом инфоблоке, будет автоматически попадать в вашу группу. Я выбрал группу подписчиков. У нас есть группа исключений. Это тоже группа, которую вы можете создать. Она попадает в общий список. Вы можете исключить каких-то пользователей, например, подать регистрацию или еще почему-то. И эта группа будет, соответственно, исключена из рассылки. Все, делаем следующий шаг. Попадаем на наши шаблоны. У нас здесь есть достаточно такой большой ассортимент шаблонов, которые мы можем выбрать. Ну, возьмем любой. Мы попадаем в редактор, но про редактор мы поговорим немножко позднее. Сейчас, в данный момент, нам это не очень интересно. Вернее, не нужно. Дальше вам необходимо задать тему письма. Ну, предположим, это будет анонс новостей. Все. Вам нужно указать отправителя. Отправителем может являться любой человек, любой адрес, который вы можете задать. Ну, поставим вот тот, который я вводил уже до этого. Соответственно, вы отправляете через какой-то сервер, через какой-то адрес, но в отправителе можете указать другого получателя. Вернее, другого человека. Вы можете проставить важность. Ну, пусть будет у нас высокая. Все. Письмо заполнено. Мы можем переходить к следующему шагу. Считаем, что мы набрали письмо. Про редактор мы поговорим отдельно. Вот теперь там были вопросы. Я видел, как сделать письмо, чтобы отправлялось в определенное время. У нас есть различные типы расписаний, которые дают возможность сделать рассылку почты в определенное время. У нас есть отправка вручную. У нас есть отправка в определенное время. Вот возьмем ее для посмотреть. То есть вы можете задать какое-то конкретное время. У нас есть отправка периодическая по расписанию, так называемую. Вы можете задать, когда будет происходить отправка данных почтовых уведомлений. Вы можете сказать или задать вопрос, а зачем делать нам рассылку, если я сделал всего одно письмо. У нас может система работать как некими такими отдельными рассылочками, отдельными сообщениями. Мы немножко покажем это позже. Сейчас предполагаем, что мы хотим делать рассылку, например, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Все. Вот у нас есть 4 рассылки, которые будут отправляться. Главное не забывать делать выпуски, которые будут отправляться. Вы можете задать время, какое начнет рассылка происходить. Всегда ставьте время так, чтобы ваши пользователи получили вашу рассылку к какой-то определенной дате. Предположим, вы хотите, чтобы, вернее, не дайте времени, хотите, чтобы человек прочитал утром ваше письмо. Соответственно, нужно начинать рассылку в такое время, чтобы, если вы, например, стоите на хитах, у вас установлено по 1000 адресов, у вас здесь 1000 адресов, а за ночь у вас, например, по статистике Яндекса, ну, например, всего 20 хитов. Соответственно, чтобы точно поместиться, вы должны поставить, например, время, ну, как можно раньше, чтобы успели эти 10 хитов выполниться, и ваша рассылка уйти, чтобы пользователь ее получил. Ну, и есть последняя возможность, это отправка вручную. Возьмем в данный момент ее, потому что нам не нужно делать никакую автоматизированную рассылку. Рассылочка сохраняется. Все, рассылка сохранена, вот можно выйти из мастера. Готовая рассылка, анонс темы, кем создана написанная, готова к отправке. Вы можете зайти в любой момент в вашу рассылку, она хранится у вас вот в списке рассылок, email, маркетинг, рассылки сайта и вот тестовая рассылка, анонс. Все, каждая новая рассылочка будет появляться у вас в списке. У любой рассылки есть выпуски. Это вот данный выпуск, который вы увидите. Есть статистика выпусков, у нас никаких данных нет, мы ничего не отправляли. Есть список адресов, которые в автоматическом режиме были затянуты системой. То есть я поставил коннектор, сделал автоматику затягивания адресов и вот система затянула первых адресов. При следующей отправке система автоматически проапдейтит эти данные. Соответственно, если у вас были зарегистрированы еще пользователи, они автоматически сюда будут добавлены. И вы после рассылки можете увидеть, что количество у вас увеличилось на то количество, которое за время последней рассылки у вас добавилось в виде пользователей. Ну, вернемся к нашим выпускам. Давайте посмотрим, что можно сделать в выпусках еще. Вы можете возвращаться к выпускам, изменять ваше письмо. Вы можете предпросматривать письмо, получать его в виде HTML и загружать его в виде HTML. Это мы немножко подробнее распишем дальше. Вы можете изменить расписание рассылки. Если вы поменяли свое решение, вы можете спокойненько сменить схему отправки. Ну и самое главное, что можно сделать, это сделать рассылку тестовую. То есть всегда интересно посмотреть, не развалится ли письмо, которое придет к вам на ящик. Есть ли какие-то проблемы у вашего ящика и так далее. Вы можете задать здесь группу адресов. Ну, предположим, вот так вот. Я добавил три адреса. И говорю, сделайте мне, пожалуйста, тестовую отправочку. Система отрабатывает отправку. Сейчас пройдет небольшое время. Все. Отправка успешно выбранена на адреса такие-то. И вот уже письмо к нам пришло. Заходим в ящичек. И мы видим наше письмо, которое пришло, ничего не развалилось. То есть вы как бы делаете тестовую рассылку, чтобы убедиться, что у вас все хорошо. Когда вы готовы к отправке, когда вы уверены, что все у вас хорошо, вы нажимаете кнопочку отправить. Почему нужно нажать эту кнопочку? Потому что в данном случае у меня стоит неавтоматизированная схема. То есть я не задавал отправку ни в какое время. Я отправку сделал вручную. Если вы выбираете коннектор отправки другой, предположим, периодическая рассылка. Ну, я не знаю, давайте на воскресенье. Ай, зачем же вышел? На 0.0. То у вас будет в процессе отправки написано. То есть система в автоматическом режиме в данное время начнет делать рассылку. У меня стоит на хитах. Соответственно, система будет ждать хита. То есть это не начнется обязательно в 0.0.0.0. Если не будет хита, например, в данный момент, то есть не зайдет никакой пользователь. Но от 0 часов, как только зайдет первый пользователь, у меня первая партия писем уйдет как рассылка. Возвращаем нам рассылочку. Но она уже запущена. Да, она запущена. Надо ее остановить. Ну, наверное, стоит уже попробовать. Ну, давай новый выпуск сделаем. Этот выпуск удаляем. Все. Мы говорили с вами, что можно делать дополнительные рассылки внутри выпуска. Не обязательно создавать новую рассылку каждый раз, когда нужно сделать новую отправку. Вы можете просто внутри рассылки создать новый выпуск. Создается новая рассылка. Если вы заметили, нам не нужно проходить процедуру, где брать адреса. Поэтому выгоднее создать рассылки заранее с какими-то там коннекторами, откуда вы будете получать эту информацию. С теми адресами, которые там в группах содержатся. Сделать нормальное название для себя, чтобы вы понимали, что это за рассылка. А далее это название тем более видно, ну, как бы вам. Дальше вы можете просто создавать новые выпуски, создавать новые письма. Я не знаю, с любыми названиями выбирать отправителей. И создавать новые расписания отправок, которые будут создаваться. И уже эти выпуски будут отправлены в тот момент, когда вам необходимо. Андрей, вот рвется что-то дополнить. Да. Давай. Я бы хотел немного другими словами сказать. Что, допустим, часто вы отправляете анонсы, либо информацию по скидкам определенной группе людей. И вот этот набор получателей, он у вас довольно постоянен. То есть это подписавшиеся люди на рассылки и, например, все пользователи сайта или покупатели. Вы один раз создаете рассылку скидки, к примеру, указываете один раз там получателей. Это из магазина всех, например, кто покупал там что-то, либо на сайте. И после этого вы создаете только выпуски. Вы уже не думаете о получателях. Они автоматически будут пополняться. И вы только меняете контент. Создаете выпуск, меняете там контент, информацию. И начинаете отправку. И все. То есть система, самое главное, апдейтит всю вашу информацию, которую вы указываете, где взять эту информацию. А система ее в автоматическом режиме постоянно проверяет и постоянно дополняет. Ну давай, чтобы далеко не уходить от наших коннекторов, давай расскажем, что можно еще с ними делать. Да, и я допомню, что еще отписку будут люди выполнять от рассылки, то есть конкретной. Да, но теперь перейдем к коннекторам. Вы видели, что мы настраивали группы получателей и выбирали там пользователей сайта. И там были фильтры по активности и по группе пользователей. И такие коннекторы можно создавать самим разработчикам или заказывать у разработчиков. И со своим любым интерфейсом фильтрации, то есть любая форма с любыми полями фильтрации, любое сегментирование, любой базы, любой источник. То есть все, что вам нужно, это создать коннектор, который будет выбирать пользователей для модуля из любого источника. Насколько понимаю, по ссылке можно почитать более подробно, потому как это создается. Если вам требуется получать информацию со нестандартных мест хранения внутри нашей системы, вы можете прекрасно это сделать. Мы все-таки делали коннектора со стандартных мест. Вы можете сделать свой коннектор, его достаточно просто делать. Вы можете заказывать это у партнеров. Партнеры вам могут их разрабатывать. Вот по этой статье, можно по этой ссылочке почитать более подробно. Так, ну давай идем дальше для нашей рассылочки. Все, рассылку мы стандартную создали. Рассылка работает. Все у нас хорошо. Давай попробуем поотвечать немножко на вопросы, чтобы переходить к следующей, так сказать, теме. Что нам здесь народ позадавал интересного? Есть ли возможность отправлять письма через Юнисендер? Если у вас есть, ну как бы эти системы предоставляют какой-то СНТП-коннектор, к которому можно подключиться к адресу, то сможете. Мы не экспортируем туда информацию, все-таки мы управление выполняем внутри. Юнисендер, это все-таки кроме серверов отправки, это тоже система управления. Мы делаем ее аналогичную, делаем внутри продукта, чтобы мы могли пользоваться возможностями продукта. Если у них есть возможность сделать как внешнюю рассылку через себя пропускать, то вы можете ее настроить. Поддерживает ли Bitrix отправку цепочек писем? Поддерживает, и мы это немножко расскажем позже. «Здравствуйте, подскажите, как при отправке писем внедрять метки для Google Analytics?» Это, наверное, лучше показать. Да, это довольно просто. Покажешь? Ну да, то есть нам нужно открыть выпуск. Да. Мышку тебе. Ну, имеется в виду метки в ссылке, да? Ну, наверное. То есть, вот у нас есть там шаблон с какими-то там этими данными. И, ну, допустим, вот у нас там ссылки на меню. И чтобы у нас были все ссылки, письма получили метки Google Аналитики, мы здесь проставим как раз-таки… На русском? Да. Английский ваш. Ну, прописываем как раз-таки параметры меток там U2M и прочие, которые там используются Google Аналитикой. То есть сюда мы прописываем, и во все ссылки вот эти параметры будут проставлены. Ну, то есть мы это делаем для всех ссылок, но мы же можем метку проставить, в принципе, около каждой ссылки. То есть можем пометить каждую ссылку, в принципе. Ну, мы можем вручную эту проделать, а можно автоматически здесь проставить. То есть внизу вы делаете в автоматическом режиме, мы получаем все метки для всех ссылок, которые есть внутри письма. Если вам нужно разметить каждую ссылку, это нужно будет размечать именно каждую ссылочку. Так, возвращаемся. Ну, если каждая уникальна. Да, если каждая уникальна. Да. Так. Так. Как настраивать без ВМ машины? Это будет зависеть от вашего хостинга. Это скорее спрашивают, как настраивать рассылку писем. Это будет сильно зависеть от вашего хостера, и нужно скорее информацию задавать вашему хостеру. Так. Как вытянуть список адресов из CRM Bittrex24? Ну, на данный момент коннектора вытягивания адресов из Bittrex24 нет, но у нас в будущих релизах планируется появление нашего модуля рассылок внутри Bittrex24. И не особо там нужно будет вытягивать адреса из Bittrex24, потому что вы сможете настроить скорее обратную схему. Вы сможете из магазина отдавать данные в Bittrex24 и там заниматься как бы рассылками. Все-таки мы здесь не планировали связь в эту сторону. Этот модуль доступен только в версиях 16.0? Нет, модуль был доступен ранее, но в 16-й версии и выше будут доступны управления шаблонами. То, что мы покажем чуть позже, как легко управлять шаблонами, как настраивать шаблоны, к сожалению, это доступно в 16-й версии. Но триггерные рассылки с ручным управлением шаблонами и обычные рассылки, которые мы сейчас показываем, они были доступны ранее 16-й версии. Как сделать рассылку по времени? Это мы показали. Можно установить конкретное время. Можно ли настроить дизайн кнопки подписаться? Дизайн кнопки подписаться – это обыкновенный шаблон, вернее, это компонент. Обыкновенный у компонента есть обыкновенный шаблон компонента. И вы, как разработчик, можете этот шаблон менять, как хотите. Я вам показывал на сайте, то есть заходил на сайт, показывал рассылку. Если вы заметили, у меня не выводится подписаться конкретной рассылки. То есть это я просто в шаблоне вырезал лишнюю информацию, ненужную, то, что выводится. Я оставил просто кнопку и поле ввода. То есть у меня по умолчанию на все рассылки, которые я делаю, автоматом делается подписка. У клиента не дают возможность спросить, куда вы хотите подписаться. Поэтому вы можете этот шаблон кастомизировать, делать его в другого вида. Он у нас достаточно красивенький. Его можно посмотреть, как он стандартно выглядит у нас в системе. Вот справа, вот он, подписаться на рассылку. Это вот стандартный вид нашего шаблона. Вы его можете кастомизировать. Соответственно, он будет выглядеть немножко по-другому. Вы можете делать его, как вам нравится. В принципе, он стандартный, достаточно интересный. Автоматические раскрылки будут в старом модуле. Есть ли план развития? Нет, старый модул развиваться больше не будет. Никаких рассылок и изменений в нем не будет. И мы сделали даже коннектор, который переведет всех пользователей и подписчиков старого модуля в новый модуль. Здесь, наверное, имеется в виду, что автоматические рассылки будут ли? Потому что в старом модуле были. У нас же есть периодическая отправка. То есть намного проще здесь как раз таки управлять этим и делать это. Как отфильтровать пользователя по сайтам? Если у вас многосайтовая конфигурация, система спрашивает, с какого сайта затягивать пользователей. У меня в данном случае нет других сайтов. У меня только один сайт. Соответственно, у меня нечего было спрашивать. А пишется только email или еще можно имя? Вообще у нас есть внутри имя, но очень редко пользователи что-то заполняют. Поэтому обычно там просто email. Но у нас поле для имени в принципе есть. Да, если мы будем использовать информацию пользователей сайта и заполненные заказы, то да, имена будут доступны. То есть все зависит от того, от источника, с которого вы затягиваете эту информацию. Если это будут, как говорит Андрей правильно, если это будут пользователи вашего сайта или заказчики вашего сайта, которые указали имя при регистрации или при оформлении заказа, то эти пользователи соответственно будут с именем. Если, к сожалению, вы затянули информацию, например, с какого-нибудь инфоблока, в котором не хранилась такая информация, то, соответственно, к сожалению, никаких имен не будет. И если имени нет у человека, то из его email-адреса выделяется часть до собаки и используется как имя. То есть как обращение к человеку можно использовать. Алекс спрашивает, как настроить, чтобы письмо отправлялось автоматически новому подписчику. И еще раз. Если вы настраиваете через мастер группу адресов и настраиваете, откуда получать эти адреса, то система в автоматическом режиме при следующем письме автоматически затянет новых получателей с того источника. Если этим источником, например, являются пользователи вашего сайта, то за то время, которое прошло с момента последней рассылки до новой рассылки, те пользователи, которые новые добавились, они в автоматическом режиме добавятся в эту рассылку. В рассылке проверяется, насколько я знаю, дубликаты. То есть там нет дубликатов, письмо уходит один раз. Система автоматически видит, если этот пользователь есть уже внутри этой рассылки, его, соответственно, не добавляет. Оно в автоматическом режиме все добавляется. Не нужно за этим следить, не нужно ничего для этого настраивать. Вам нужно просто создать группу и указать источник, откуда получать эту информацию. Если мы делаем рассылку выпуска вручную, то после одной отправки выпуска его больше отправить нельзя. Да, мы предполагаем, что оно больше не нужно, не требуется. Если вы делаете ручную отправку, то этот выпуск считается, скажем так, уже все убитым, выполнившим свое действие. Если вы обратили внимание, у нас есть там автоматика, которая может отправлять рассылку, например, по понедельникам, средам, четвергам, пятницам. Для чего она сделана? Вы можете сказать, ну раз выпуск каждый раз устаревает после первой отправки, для чего мы сделали множественную отправку? Это сделано для того, чтобы вы могли добавлять в письма компоненты. Мы дойдем когда-то редактора, я вам покажу, что такое компоненты. Добавляя различные компоненты, вы можете рассылать рассылку постоянно как бы новую. Вы можете подготовить одно определенное письмо, которое будет называться, я не знаю, письмо о новинках. Там будет один стандартный текст шапки, там будет один стандартный текст подвала, там будет какая-то стандартная информация, которая будет говорить о том, что ребята, это новинки, которые сделаны для вас. А дальше в теле письма будет встроен компонент, который в автоматическом режиме заберет информацию по новинкам и отправит клиенту какие-то новинки. Поэтому сделана такая автоматика. Если вы не используете такие автоматические письма, предполагайте, что вот такая стандартная рассылка – это одноразовая вещь, выпуск. То есть вот тот выпуск, который мы отправляли, это одноразовая вещь, которую мы создаем для одной рассылки. То есть вот мы находимся в стандартном. Вот это вот для нас – это один выпуск рассылки. Это одна рассылочка, которую мы выполняем в какой-то момент времени. Это одно письмо, скажем так, которое будет отправлено. И вот этот выпуск является одноразовым объектом. Вы его ставите, устанавливаете время, когда этот выпуск должен произойти, и все. Дальше система в автоматическом режиме этот выпуск просто отправит. Если выпуск не автоматизированный, не используются какие-то компоненты, которые умеют забирать информацию свежую, то, к сожалению, клиенты получат одно и то же письмо. Но все-таки эта рассылочка рассчитана на то, что это не автоматика, а скорее такая вот рассылка в конкретных выпусках по новинкам, по новостям и так далее, которые вы делаете каждый раз заново. Как добавить черный список пользователей, которые изъявили желание от нее отписаться? Ну, пользователи могут отписаться прекрасно в вашем письме. У нас есть ссылка на отписку. Пользователь нажимает эту ссылку и автоматически может сам отписаться. Либо вы можете просто пользователя в исключение добавить, если он там изъявил желание не получать эту рассылку. Это нужно будет отдельно группу создать, добавить вот этих пользователей. Можно добавить их вручную, например, и сказать, что эти пользователи не хотят получать рассылку. Лучше это все-таки автоматизировать, не делать это руками на стороне вас. А вы можете просто пользователю сказать, вы внизу нажмите кнопочку на отписаться и отпишитесь. Пользователю будет приятно, что есть возможность сделать отписку. А можно ли создать группу получателей, которые покупали определенный товар? Да, можно. У нас при создании коннектора вы можете выбрать по заказам коннектор. Давай покажем. Давай посмотрим, я уже сам, честно говоря, не помню. Можно, можно это сделать. Так, свернем эту штуку, чтобы она мешала. Запускаем заново мастер. Вот, у нас уже есть рассылка. Система спрашивает, вы хотите ее создать, либо выбрать. Я хочу все-таки создать новую. Да, и у нас там будет отбор. По-моему, здесь товаров. Кстати, нет, это сайта не товарный. Ну ладно, что мы придумаем сейчас. Например, отбор по покупкам. Подписаться разрешили. Все, мы создаем новую группу. И вот в новой группе вы можете сказать, что магазин покупателя. Правильно же? Угу. Добавляем фильтрацию. Да. Ну, это то есть по покупателям. А по конкретным товарам у нас нет. Но у нас есть заказов. У нас есть. Коннектор у нас есть такой. У меня здесь нет заказов. У меня здесь не магазин. У меня здесь редакция, а не магазин. Вернее, редакция магазина. У меня магазина здесь нет. Поэтому не инсталлирован вообще. Не, мы, наверное, по триггерным рассылкам смотрели. Ну давай. Либо по триггерным рассылкам. Либо у меня все-таки здесь не магазин. У меня здесь ни одного заказа, нет ни одного товара. Здесь информационный сайт. Ну окей. Сори, не смогли мы вам это показать. Я проверю. Но у нас был, насколько я помню, коннектор, который давал возможность именно прям по товарам фильтрануть. Он, да, либо, правильно говорит Андрей, он у нас либо в триггерных рассылках, либо здесь. Но, насколько я помню, он был и в простых рассылках. Но если нужно, и этого у нас нет, то мы можем сделать. Да, можем добавить. Вы можете на сайте идей написать идею. Мы посмотрим, насколько это требуется клиентам. И мы можем сделать, добавить эту вещь. Это достаточно несложно сделать коннектор. Все такие специалисты. Вот Дмитрий мне нравится. Прямо вот он подсказывает. Он говорит, что все рассылки очень быстро пойдут в спам. Конечно, они пойдут в спам. Если вы адреса покупаете где-нибудь на рынке, это не ваши пользователи, которые не лояльны к вашему магазину или к вашей системе. Вы насильно их туда загнали в рассылку. То, конечно, эта вся рассылка прекрасно улетит в спам. Если вы все-таки работаете нормально, это у вас белая схема рассылки, и ваши пользователи сами заявляли желание подписаться на вашу рассылку, вы их туда ненасильно загнали, или эта рассылка им приносит какую-то пользу, какой-то интерес, создает для этих получателей рассылки, то, к сожалению, никакая рассылка в спам не будет попадать. У меня сайту на магазине на одном 10 лет, у меня там более 60 тысяч пользователей, и пока за все время отписка, там, ну, менее тысячи человек отписались, изъявили желание отписаться от рассылки. То есть все зависит от того, как вы будете создавать рассылку, как вы будете ее делать и так далее. То есть в спам она, конечно, может попасть, но это зависит скорее уже от вас, а не от систем, через которые вы рассылаете. Так, ну, давай продолжим, наверное, здесь что-то вопросов все больше и больше, а мы как бы затягиваем это по времени. Мы рассказали вам, как делать рассылку, стандартную, одиночную рассылку. По рассылкам вы можете смотреть, какие были выпуски. Вы можете смотреть статистику. Блин, к сожалению, мы не делали реальную отправку. У нас нет статистики, но у вас есть раздел статистики, в котором вы можете посмотреть. Вы можете еще раз возвращаемся посмотреть, какие есть адреса. У вас есть возможность делать свои шаблоны, которые вы можете выбирать при создании рассылки. То есть вы можете заказать где-то красивый шаблон для себя и в виде HTML его вставить. То есть вы можете либо взять наш, либо создать какой-то свой, либо загрузить их с Marketplace, мы сделали здесь, либо выбрать какую-то тему оформления и так далее. То есть вы можете добавлять адреса, свои, вернее, шаблончики, свои шаблоны настраивать, красиво делать и добавлять их в редактор и их использовать. Вы можете загружать одноразово или постоянно ваш список адресов. Все коннектора, которые вы настраиваете, все адреса автоматически попадают вот в эту вот кучку. Это ваше хранилище, где содержатся все-все-все ваши адреса. Если у вас, например, несколько коннекторов загрузки адресов, вы создали несколько групп загрузки. Предположим, у вас три группы, которая берет с лендингов, с веб-форм, с заказов, например, с регистрации пользователей. Ну, я не знаю, там, ну, с инфоблоков, предположим. То вот с каждой источник, это ваша группа, будет адресов, которые вы создаете. И внутри эта группа будет в автоматическом режиме апдейтиться. А список ваших адресов, это те адреса, которые будут попадать из всех вот этих вот групп. И вот это вот количество адресов, это будет сумма всех адресов, которые у вас есть в группах. Причем в группах у вас может быть меньше адресов, чем в вашем общем списке. Потому что группы могут быть фильтрованы по каким-то конкретным характеристикам. Вы выбираете определенные выборки и можете даже никогда не рассылать всем адреса. Вот то, что связано с e-mail маркетингом. E-mail маркетинг – это обыкновенные рассылки, автоматизированные рассылки, которые могут периодически выполняться, разово выполняться и так далее. Это те рассылки, на которые подписываются ваши пользователи. Это те рассылки, которые, как бы, такой полуручной режим. Мы с ними, в принципе, завершили. И второй раздел – это триггерные рассылки. Что такое триггерная рассылка? Триггерная рассылка – это та рассылка, которая выполняется полностью в автоматическом режиме, не требует участия вас, как инициатора этой рассылки, и выполняется по определенным триггерам. Что такое триггер? Триггер – это некое событие внутри нашей системы, нашей платформы управления сайтом. Триггеров очень много. Триггеры могут выполняться, например, на создание заказа. То есть создан новый заказ, запустился какой-то новый триггер для этого человека, который сделал новый заказ. Триггер может выполняться, например, на долгое отсутствие человека. Предположим, пользователь не заходил к вам на сайт 90 дней, срабатывает триггер по этому времени, и запускается определенная цепочка писем, которая, например, пытается этого пользователя вернуть на сайт. Таких триггеров очень много, и мы внутри системы предоставляем список неких таких рассылок дополнительных, которые вы можете создавать из наших мастеров. Также, переходя в триггерные рассылки, вы запускаете «Добавить через мастер» триггер. Вы можете создать триггер сами вручную, вернее, создать рассылку вручную, либо можете выбрать из готовых шаблонов триггерных рассылок. Какие готовые шаблоны есть у нас внутри системы? Забытая корзина – это когда пользователь создает корзину, попадает в нее товар, и корзина забывается, пользователь уходит. Единственное, эта триггерная рассылка сработает только тогда, когда пользователь уже был авторизован у вас на сайте или где-то ввел имейл, то есть иначе система не найдет этого пользователя, потому что в корзине вопросов по имейлу никаких не задается. Обычно эта рассылка срабатывает только для пользователей, которые у вас уже зарегистрированы. То есть если человек забыл корзину, вы можете ему, запустив эту цепочку, напомнить, что у вас там корзина лежит, такой-то товар, может вы вернетесь, может вам скизочку дать и так далее. У нас есть для заказов, которые отменены. То есть пользователь сделал заказ, положил товар в корзину, оформил заказ, а потом отменил этот заказ. Запускается этот триггер на отмену заказа. Пользователи пытаются вернуть на сайт, и он все-таки, чтобы сделал заказ. Такую рассылочку лучше отправлять сразу же после того, как заказ был отменен, потому что пользователь, скорее всего, нашел товар где-то дешевле, или ему что-то не понравилось на сайте, и срочно нужно узнать у этого пользователя, что не так, предложить ему какую-то скидку, чтобы пользователь все-таки сделал у вас заказ. Письма в догонку. Это у нас, насколько помню, на оформление заказа. То есть клиент сделал оформление заказа, чтобы его подтолкнуть, например, на второй заказ, или подтолкнуть его на покупку каких-то аксессуаров к тому товару, который он купил. Запускается триггер на догонку, который пытается этого пользователя пушить какими-то письмами, чтобы добавить. У нас есть рассылка будильник 90, будильник 180, будильник 360. Это рассылки, которые запускаются на отсутствие пользователей. На год то, что пользователя нет, полгода пользователя нет, и 90 дней, квартал, то, что пользователь не заходил к вам на сайт, не делал никаких заказов. Соответственно, система этим пользователям автоматически их отберет, сделает отправку. И у нас есть рассылка хулиганства. Это фактически цепочка, которая позволяет в таком интересном ключе пользователя тоже вернуть к вам как-то на сайт. Старайтесь рассылки делать вот такие достаточно интересные, достаточно необычные, потому что люди присыщены рассылками, и все жалуются, что все письма попадают в спам. Конечно, попадают в спам. Если приходит стандартное письмо, «Здравствуйте, я вам тут письмо отправил, вот вам товар». Ну, то есть реально это неинтересно читать, нет никакой интриги, нет ничего интересного в этом письме. Соответственно, пользователи будут уходить. Не так дорого нанимать копирайтеров, которые могут написать красивую рассылку. Вот эти все рассылки, кстати, были сделаны обыкновенным копирайтером, которым мы просто заключили контракт с копирайтером, заплатили денег и сделали нам интересные рассылки. Давайте запустим блок триггерных рассылок. Что же это такое, как это все работает? Запускается мастер, мы выбрали тип рассылки стандартную. Это рассылка наше хулиганство. Вы можете сделать описание, получатели увидят это описание. Вы можете добавить отправителя, от которого будет отправлено это письмо. И переходим к следующему шагу. На следующем шаге у нас есть два понятия. Условия запуска конкретной триггерной рассылки и условия достижения цели. Что это такое, для чего это нужно? Условия запуска – это тот триггер, на который рассылка будет срабатывать. У нас есть список триггеров. Эти триггеры можно добавлять, программировать отдельно. Андрей сейчас расскажет, как это можно сделать. Стандартно у нас есть следующие триггеры, которые вы сейчас видите на экране. Это «давно не заходил на сайт», «давно не покупал», «забытая корзина», «заход на сайт», то есть это когда пользователь зашел на сайт, «оплата заказа», «отмена заказа» и «создание нового заказа». Это штатные триггерные элементы, которые срабатывают и запускается цепочка писем. У нас по умолчанию стоит «давно не заходил на сайт», стоит автоматическое время запуска ночью и у нас стоит 111 дней. Прокомментируешь, что такое старые данные? Это когда, например, у нас есть уже база пользователей, которые не заходили более 111 дней. Допустим, у нас магазин работает уже несколько лет. И мы устанавливаем этот модуль, начинаем пользоваться рассылками, создаем триггерную рассылку. И мы хотим обработать всех старых, уже созданных ранее пользователей, ранее, которые не заходили уже более 111 дней. Мы хотим сейчас для них запустить рассылку. Для этого мы ставим галку «обработать старые данные» и для них оно запустится. Вся остальная работа триггерной рассылки будет выполняться только для тех событий, которые только будут происходить. Ну, если я правильно тебя понял, это получается, что установив эту галочку, если я просто поставлю без галочки 111 дней, у меня берутся только пользователи, которые именно 111 дней не заходили на сайт. Их может быть немного, а может быть вообще не быть, правильно? Если я ставлю эту галочку, то я заберу всех пользователей, которые не заходили от 111 дней и дальше хоть на 10 лет взад. Да, дело в том, что он просто каждый день запускается и проверяется, кто именно сегодня, 111 дней назад не заходил. Ну, заходил последний раз, точнее. Галочка опасная, кстати. То есть получается, что эта рассылка может прийти очень много раз одному и тому же пользователю. То есть ее нужно ставить с умом. То есть вот этот триггер нужно выполнить один раз, а потом эту галочку лучше снять. Получается такая ситуация, что вы отправите всем, кто попал в 111 дней и ранее. И все вот эти ранее тоже попадут. А потом эту галочку лучше снять, чтобы просто система отслеживала пользователей, которых 111 дней, и отправляла именно им. То есть не забудьте эту галочку после этого снять. Ну, мы уже об этом подумали, и галочка автоматически становится неактивной. То есть после первого рассылка. Ну, будет написано, что обработана уже. О, отлично. Хорошо подумали. Галочка достаточно опасная. Так, ну и достижение цели. Что такое достижение цели? Любая триггерная рассылка – это некая серия писем, которая дает возможность данных пользователей, ну, как бы, выполнить какое-то целевое действие, заставить. Ну, или подтолкнуть выполнить какое-то целевое действие. Вот нам в данной рассылке необходимо вернуть пользователей на сайт, чтобы они вернулись по письму к нам на сайт. Соответственно, целью достижения, остановкой, так скажем, рассылки будет заход на сайт. Если пользователь зайдет на сайт, авторизуется под своим, там, e-mail, логином и паролем, соответственно, мы бы узнаем, что цель достигнута, пользователь зашел на сайт, все, система перестанет ему слать письма. Если пользователь не зашел на сайт, она будет продолжать серию до тех пор, пока эта серия просто не закончится по количеству писем. Давайте вот перейдем на следующий шаг, и мы увидим как раз-таки письма, которые запускаются в автоматическом режиме. Вот данная рассылка состоит из четырех писем, вы можете письма эти менять местами, вы можете создавать, добавлять письма, если вы считаете, что эта рассылочка достаточно небольшая. Вы можете смотреть, как выглядит это письмо. То есть вот эта вот рассылка шуточная, она в виде серии писем, давайте посмотрим, что это за письма. Ну, то есть первое письмо это там, добрый человек, я робот, я вот на сайт хочу, чтобы вы вернулись, иначе там меня взяли в плен и так далее. То есть сначала письмо такое лайтовое, робот просто пытается вернуть человека. В следующем письме робот уже говорит, началось, меня начинают разбирать, если вы не вернетесь на сайт, то меня разберут по запчастям. То есть мы пытаемся заинтриговать пользователя и вернуть его на сайт. Третье письмо еще усугубляет, то есть его семья уже что-то делается. Вот купончик, только вернись, я тебе дам взятку, так сказать. Вот здесь, кстати, добавлен компонент, про который мы отдельно поговорим, который генерирует купон конкретный, индивидуальный для конкретного человека. Так, ну и последнее письмо. Он говорит, как вы могли, меня полностью разобрали, ваша вина, что меня разобрали. То есть мы заставляем вот такими вот интересными письмами, пытаемся вернуть человека к нам на сайт. Итак, еще раз, запускается рассылка по триггеру сработки, начинается серия писем, мы даже его сделали как а-ля в виде диаграммки такой небольшой. То есть вот старт по какому-то событию, потом идет серия писем. Если пользователь зашел на сайт, то серия может оборваться в любой момент. То есть это может быть первое письмо, пользователь сразу зашел на сайт, все, дальше письма он не увидит. Если пользователь не зашел, цепочка будет идти по одному письму, дойдет до четвертого письма, выполнит это четвертое письмо. Если пользователь все-таки не зашел на сайт, рассылка будет автоматически остановлена. То есть подписчик получит эту рассылку единожды. Если клиент зашел на сайт, он может ее не получить в полном объеме. Вот такие вот триггерные рассылки у нас есть в системе. Да, и еще целью рассылки являются те же самые триггеры, что и на запуск. То есть оплата заказа, ну отмена у нас по-моему нет такой все-таки, но оплата заказа, создание заказа, посещение сайта. И в том числе еще есть просто уведомление. То есть целью является отправить все письма, чтобы они все ушли. Ну это так называемая welcome серия, когда после, например, какого-то действия пользователя отправляется эта серия, там здравствуйте, приятно с вами познакомиться, вы у нас новенький человек, вот вы тут первый раз у нас на сайте, давайте вам купон какой-то дадим. Да, можно какую-то welcome серию сделать. Единственный момент, как работает триггерная рассылка. Вы можете ее создавать, можете ее менять, что-то делать, но она не сработает, пока вы ее не запустите. То есть вы можете готовить триггер не спеша, не торопиться, создавать письма, настраивать. Вы можете заказать их, например, любому копирайтеру, копирайтер по чуть-чуть вам их отдает, вы потихонечку их создаете. Все, как только вы полностью готовы, вы полностью все настроили, вас все устраивает, то вы запускаете эту систему, и она начинает работать в автоматическом режиме. Дальше за триггером следить не надо, он сам будет выполняться. Если вы обратили внимание, здесь нет пользователей, то здесь именно сработка происходит по триггеру на того конкретного человека, который подпадает под условия фильтрации. И аналогично с обычной рассылкой вы можете проверить, как она сработает, указав конкретный адрес и отправив почту на конкретный адрес. Вот я сейчас добавил адрес, отправил рассылку. И уйдет вся серия писем. Вся серия писем, вот она пришла, я вижу первое письмо, второе письмо, третье письмо, вот здесь купончик, который был мне сгенерирован, мы видели, что там лежал компонент, все сработало отлично. И вот последнее письмо. То есть мы можем свою серию убедиться, что она полностью хорошо работает, полностью ее посмотреть, как она приходит в виде писем, то есть убедиться, что все прекрасно работает. Потому что вы можете эту систему не увидеть, если не попадете под условия этой триггерной рассылки. Так, ну давай немножко поотвечаем, наверное, на вопросы, а потом перейдем, как сделать свои рассылочки, так сказать, свои так называемые триггера. Так, вот спрашивают как раз, а как тестировать? Вот мы показали, как тестировать, можно сделать отправку именно всей цепочки к себе на e-mail. На обычную рассылку можно ли настроить цепочку писем? Нет, вы можете там сделать много-много разных по времени конкретных выпусков. То есть если вам нужна цепочка, вы можете, в принципе, создать в понедельник первое письмо, правильно я понимаю? Да, да. Во вторник второе, в среду третье и так далее. Это будут отдельные выпуски, которые вы будете отправлять конкретным пользователям. Да, запланировать на конкретное время. Все-таки здесь цепочка подразумевается, что эта цепочка не полная. В первом случае, если вы сделаете цепочку, она отработает безусловно, то есть клиенты 100% получат всю эту цепочку. В данном случае клиент может не получить все четыре письма, он может получить только одно письмо, если он сразу перейдет по ссылке и посмотрит это письмо. Мы отслеживаем переход по ссылке из этого письма, даже если пользователь, насколько я понимаю, не авторизован, и отстанавливаем данную триггерную рассылку, и клиенту не будут приходить больше письма. Ну, именно, если сделать целевое действие. Да, если сделать целевое действие, которое было указано. Но в данном случае у нас с целевым действием по финишу этого письма был переход по ссылке из этого письма. То есть мы пришли на сайт, соответственно, выполнили целевое действие, и нам не нужно делать рассылку дальше. Пользователю достаточно просто зайти или зайти и залогиниться? Ну, это, скорее всего, на вопрос по письму. Нет, ему достаточно просто зайти по ссылке, мы будем знать, что это переход из этого конкретного письма, из этой конкретной триггерной рассылки, и пользователь будет остановлена как бы рассылкой. Но надо уточнить все-таки. Ну, логиниться, насколько я знаю, не надо было. Так, можно ли добавить свой собственный триггер? Можно, мы сейчас это расскажем. Автоматическая генерация контента дайджестов, аналоги, заменители будут. Они уже сейчас есть, это так называемые компоненты, мы сейчас к ним дойдем. И вот вы видели один из таких компонентов, как сработал в нашей триггерной рассылке, это сгенерированная для конкретного пользователя уникальная адрес скидки, вернее, не адрес скидки, а номер скидки, который он может применить под определенный процент. То есть вы кидаете компонент внутрь письма, и вы можете в этом компоненте сказать, например, какая скидка будет сгенерирована для конкретного пользователя. Для каждого пользователя будет сгенерирован уникальный купон, который он может во время оформления заказа выбрать, внести в корзину, и, соответственно, данный купон будет сработан для конкретного покупателя. Такие же есть... И в параметрах компонента можно задавать параметры скидки, размер скидки и прочее. Такие же компоненты есть для товаров, можете какие-то товары отрабатывать и так далее. Что показывается в статистике? Ну, здесь только словами, статистику показать мы не можем. Расскажи, я по кому подбирать вопросы. В статистике показывается количество открытий писем, количество переходов по ссылкам, количество отписавшихся людей, сколько в целом было всего письма отправлено, сколько писем из них отправлено с ошибками, и все это в относительном и в процентном, в процентном и в абсолютном числах. И также еще указаны топ-15 ссылок, по которым выполнен переход с количеством переходов. И если у нас выпуск периодический, то есть, допустим, это какой-то компонент новостей, и он там приходит раз в неделю, выполняется, то также будет еще нарисован график, график по выпускам, по которому видно изменение количественных показателей. Это как будет расти или падать количество прочтений, переходов по ссылкам, ну и прочие параметры. Так, вопрос Александра задает. Можно ли создавать триггеры на действия пользователя по предыдущей рассылке? Например, пользователь делал переход по ссылке в письме, получил через неделю еще одно письмо, или пользователь отписался, или отправил спам через определенное время в письмо. Вы можете создавать, но это будут тогда отдельные триггеры на каждое из событий. То есть, это нельзя сделать в рамках одного триггера. Мы все-таки предполагали, что одна цепочка – это одно целевое действие, которое клиент должен выполнить. Это одно условие, по которому эта триггерная цепочка начнет работать. Соответственно, если вы хотите вот такие множественные вещи делать, это вам нужно сделать несколько цепочек. Цепочка может состоять из одного письма. Не обязательно делать цепочку длинную. Количество писем в цепочке зависит полностью от вашей цели, которую вы хотите достигнуть. И вот в вашем случае вам необходимо просто сделать несколько триггерных рассылок, которые будут срабатывать по разным триггерам. То есть, сработал первый триггер – письмо ушло. Сработал второй триггер – письмо ушло. И в триггерных рассылках, кстати, можно задавать время между письмами, которые будут отправляться. То есть, вы создаете первое письмо, триггер запустился, первое письмо ушло. Это не значит, что второе письмо придет сразу же после первого. Вы можете задать период времени, который необходим для отправки этого письма. Сейчас отвечаем на вопросы и, наверное, в интерфейсе покажем. Или давай сразу покажем, а то забудем. Да, лучше сразу. У нас перед каждым письмом стоит время, через которое будет сделана отправка. То есть первое письмо отправится мгновенно, у нас стоит 0, а второе письмо уйдет через один день. Следующее письмо еще через один день. Почему здесь стоит через один день? Все вот эти значения, они зависимы от предыдущего письма. То есть отправилось первое письмо, второе отправляется через один день после первого письма. Третье отправляется через один день, не после первого, а после именно второго письма. Соответственно, вы можете его менять, задавать здесь минуты, часы, дни, недели, месяцы. Задавать количество этих данных и сохранять. Ну там ставите, например, 5 дней, применяете, все. Через 5 дней после предыдущего письма письмо будет отправлено. Соответственно, вы можете достаточно гибко отправлять рассылку, не мучить пользователя там каждый день письмами, а как бы потихонечку его подталкивать к каким-то целевым действиям, которые необходимо вам выполнить. Так, ну и возвращаемся немножко еще к вопросикам. Где взять список готовых триггеров? Ну вот мы показывали в мастере, Олег спрашивает, мы в мастере показывали, какой список триггеров есть. Этот список сильно зависит от модулей, установленных в вашей системе. Если вы обратили внимание, когда мы переходили на список модулей, у меня очень много модулей деинсталировано в системе, потому что это подготовка рабочего проекта идет, он в будущем будет как проект работать. И на этом проекте, к сожалению, это будет информационный проект, не нужны кучи модулей, которые там требуются для интернет-магазина, они поэтому вырезаны с этого проекта как бы у меня. Поэтому в зависимости от вашего количества модулей, будут разные список триггерных рассылок. Если у вас только магазин стоит, то у вас будут магазинные триггеры, а если у вас стоят какие-то еще дополнительные модули, там будут еще какие-то дополнительные триггеры. Ну и, соответственно, вы можете еще и писать свои триггеры. Есть ли два магазина в админке, как разрепить их в триггерных рассылках? А зачем их разреплять? У нас при многосайтовой конфигурации все пользователи фактически попадают в общий список пользователей. И вы его выбираете, этого пользователя, и делаете рассылку. Я не верю, что необходимо прям сильно-сильно их разреплять. Если вы, конечно, не будете в письмах делать жесткий акцент на то, что, предположим, совсем разноплановые проекты, один занимается, не знаю, там детским питанием, а второй занимается секс-игрушками, то тогда, наверное, нужно будет разреплять, но это только коннектором можно делать. Нет, 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 это довольно все просто делается. При создании рассылки, триггерной либо нетриггерной, мы выбираем сайт. То есть вот сейчас можно даже показать. Давай, ну вот здесь-то не покажется, много сайтов конфигурации. Ну, все равно мы можем показать, что это возможно. При создании. Да, вот прям сейчас нажимаешь, выбирай любую, либо готовую, либо не готовую. Да, и вот видите, сайт, да, сайт. Ну вот у меня он один, вы можете выбрать конкретный сайт. Хорошо, Андрюшка рядом есть, он подсказывает. Я ему обещал все запустить у себя на сайте рассылку через нашу систему и постоянно его обманываю, так сказать. Он прям ждет, говорит, ну когда ты запустишь, сразу фидбэк пойдет от тебя, будешь наезжать. Я верю, да, каждый день спрашиваю. Каждый день спрашиваю. Все, оказывается, легко это сделать. У меня как раз много сайтовой конфигурации, это был, думаю, первый вопрос, тоже как и у вас. Как разлепить пользователей? Так, все, вот правильно, Анастасия говорит, это именно разноплановые проекты. Вот Андрей говорит, что без проблем, оказывается, разлепить можно, отлично, будут уже знать. Подготовка у меня полным ходом идет к использованию собственного модуля. И серии писем могут быть в разном дизайне, используя разные шаблоны как раз таки. На самом деле я Андрюху ждал, когда он выпустит наконец-то редактор клевый. В старом редакторе пользоваться, письма делать, это, конечно, ад был. В новом будет очень удобно. Правильно здесь говорят, что после игры с секс-игрушками появляются дети и нужен второй проект. Согласен с Юрием, это действительно так. Триггерные рассылки работают только со списком пользователей, возможны коннекторы. Но триггерные рассылки работают как раз, насколько я понимаю, с этим общим глобальным списком, правильно? То есть все пользователи, которые попадают в этот глобальный список. Триггерные рассылки работают как с коннекторами, так и с адресами из событий. То есть сами у нас триггеры, они определяют набор адресов, с которыми будет работать рассылка. Но если я тебя правильно понял, например, я делаю триггеры на сработку заявки у себя, например, в системе. Создалась заявка, попала в инфоблок, сработал триггер, который с этой заявки взял конкретный email и отправил какое-то письмо. Да, тебе нужно будет создать самому триггер, потому что только твой триггер знает, откуда именно брать, с какого поля там брать адрес. А в то же время, например, триггер «Забытая корзина» – это, собственно, интерфейс коннектору. Коннектору фильтрации этих пользователей и покупателей. Будильник определяет заходы пользователей по авторизации на сайт или Куку учитывает? То есть как мы считаем, что пользователь попал на сайт? Это спрашивает Иван. По-моему, все-таки авторизация. Авторизация. Да. Спор на решение. Мы можем улучшить. Надо улучшить. Спасибо, Иван, за вопрос. Хороший вопрос. Подумаем, как улучшить. Согласен с вами, что по авторизации не очень актуально, потому что авторизации, как таковой, на сайтах сейчас не бывает. Особенно на сайтах интернет-магазинов. Да и не только интернет-магазинов. То есть авторизация, как таковая, на сайте уже анахронизм. Она фактически появляется в автоматическом режиме в конце, когда идет оформление заказа. Да, подумаем, как это сделать. Спасибо. Но если человек переходит на сайт, и у него автоматически он авторизуется по Куке, то есть человек сам ничего не будет вводить. Ну, авторизация по Куке может не сработать. Сессия могла закончиться. Но она автоматически должна продлиться. То есть не у всех эта галочка стоит. То есть все-таки здесь оба строга сайта. Согласен. Будем пытаться что-то сделать. Так, вот спрашивают как раз, как заложить в систему собственные триггеры и цели. И таких вопросов было очень много. Давайте начнем тогда, перейдем к показу, как же сделать свои собственные триггеры. Ну, это будет у нас... Это будет слайдик у нас. Да, слайдик. Это, в общем, мы скажем, что у нас есть в блоге, в моем блоге есть описание, целая статья о том, как делать триггеры. Триггеры запуска, триггеры остановки, то есть цели. И с большой схемой и описанием, как это все работает. Вот сейчас можно увидеть, что довольно просто и очень мало кода для того, чтобы создать свой триггер. Сам триггер у нас будет описывать там события запуска, по какому событию он запускается, откуда он берет адреса и также еще дополнительно поля персонализации. То есть рассылку мы можем передать, отправить в письме не только его, там, например, обращение к нему по имени, но в то же время еще дополнительные какие-то данные. К примеру, пол – это как обращение к человеку, либо еще что-то там особенное, к примеру, продукты, купленные им там ранее. И мы можем не только создавать триггеры на какие-то события, к примеру, покупка, совершенно покупка, либо там отменен заказ, но еще в то же время мы можем создать триггеры на несуществующие события, то есть отсутствие событий – это тоже событие. К примеру, никто не покупал, пользователь не покупал давно что-то там на нашем сайте. Каждый день будет запускаться ваш триггер, проверяться, вы будете проверять там в нем, что-то совершено или событие какое-то там сделали, что-то пользователь или не сделал. Если не сделал, то это тоже можно использовать как условие запуска рассылки для пользователя. Ну, насколько я вижу в твой пример, этот пример был на добавление комментариев. То есть ты проверяешь добавленный комментарий, выцепляешь пользователя из определенных полей и создаешь фактический триггер. Ну, здесь намного все проще, да, но это добавление комментариев. То есть в блоге есть описание очень подробное по каждой функции, как это сделать. И это действительно просто. Поля персонализации сделаны, они в новом обновлении уже доступны для всех пользователей, для всех получателей триггерной рассылки. Так, ну, переходим на следующий пункт, который мы хотели с вами вам рассказать. Это, опа, чуть не запустил не тот браузер по привычке. Это как вообще настраивать письма, как их можно редактировать и так далее. Возвращаемся в нашу рассылку, в тестовую. Будем вам показывать наш новый редактор, который, насколько я знаю, еще не ушел клиентом, но у меня уже на сайте стоит. По-моему, уже ушел. Ушел? А, отлично, окей. Ну, когда я последний раз смотрел, он еще не был доступен клиентам. Ну, у меня стоит, по-любому, последняя версия редактора, которая будет доступна, если она еще не ушла, будет доступна на днях вам, клиентам. У меня стоят последние обновления, в которых появились новые компоненты наши. Это компоненты, связанные с бигдатой. То есть у меня такой полный уже окончательный вариант стоит, который через некоторое время будет доступен и вам, если он еще не доступен. Переходим к шаблону сообщения. Что изменилось в редактировании конкретного шаблона сообщения? Появился так называемый блочный редактор. Что понимается под блочным редактором? Самая большая проблема при редактировании любого письма – это нестандартная верстка внутри писем. Эта верстка обычно очень сложная. Эту верстку обычно делают профессионалы, которые специализируются на создании этих писем. И очень легко просто купить такой шаблон и далее его использовать внутри магазина. Вот у меня как раз на экране открыт стандартный наш шаблончик. Он пустой в центре. То есть я удалил заранее все ненужные данные. У меня есть только шапочка. У меня есть какая-то картинка в виде такой вот акции. И у меня есть подвальчик магазина с какими-то ссылочками на Facebook, ВКонтакте, e-mail, время работы магазина, отписка и от рассылки, информация о каких-то ссылках на сайт и телефончики. То есть у меня вот такой вот есть шаблон, который я могу дальше наращивать. В чем же как бы интерес этого блока? Если, предположим, я хочу заменить эту картинку, мне теперь не требуется переходить в HTML письма. Вот вы видите здесь верстка какая-то непонятная. Если вы там не разбираетесь, тут простите за выражение, черт ногу сломит. Не хочу туда даже лезть и смотреть. Ее сверстал наш верстальщик Коля. Пусть он этим дальше и занимается. А я могу полностью руководить изменениями каких-то данных через такой редактор. Если вы обратили внимание, подводя мышку к определенным блокам, у меня у блоков появляется как бы вот такой вот элемент, который дает возможность переносить этот блок. Дает возможность этот блок как бы изменять по кнопочкам изменения. Дает возможность этот блок редактировать. И если мне необходимо, например, отредактировать конкретную картинку, я нажимаю редактирование. Давайте, чтобы у меня экран маленький, было немножко больше места. Я сверну панельку лишнюю. Все. Мне нужно изменить картинку. Вот моя картинка, она здесь загружена. Я говорю, не хочу. Давайте что-нибудь загрузим. Ну, не знаю, вот у меня картинка есть. Она будет являться, например, картинкой шапки. Картиночку можно немножко поджать. Сразу понимаете так, что письмо – это не адаптивный сайт, и картинка не адаптируется под конкретное разрешение экрана. Это очень сильно зависит от вашего приложения. Некоторые приложения умеют адаптировать конкретное письмо, некоторые не умеют. Рассчитывайте всегда на то, что никакое приложение не умеет адаптировать, поэтому картиночку старайтесь подгонять сразу под определенный размер. У нас при загрузке картинки, если вы заметили, появляется определенный редактор, который умеет автоматически картинку изменять. Стандартная ширина письма у нас какая заложена, насколько я знаю? 640. Вот, 640. Мы предполагаем, что пусть будет картинка 630 пикселей. Высота пусть у нас будет зависеть от пропорций. Сохраняем картиночку. Все. Если мы обратили внимание, что картиночка уже… Как его свернуть? Картиночка вставилась. Из-за того, что я дергал картинку, она мне немножко порвала. Ну, она стала такая размытая, несколько. Это моя вина, я ее туда-сюда дергал. Давайте еще раз возьмем картинку. А в редакторе просто сразу скажем 630. Пропорцию нам выставим. Все. Вот, картинка качественная. Я не дергал картинку, просто задал сразу конкретный размер картинки. То есть, вот таким вот способом вы можете достаточно быстро менять какой-то текст, какие-то картинки. Если вам необходимо вставить какой-то текст или карточку, вы берете конкретный блок. Правая сторона – это те блоки, которые доступны в нашем шаблоне, который у меня в данный момент открыт. Я беру какой-то блок, перетягиваю его и вставляю. Вставляется блок, который я могу также отредактировать. То есть, я могу заменить описание этого блока. Ну, я не знаю, там написать какой-то текст. Не будем осмысленный текст писать. Я могу вставить, у этого блока есть картинка, вставить какую-то конкретную картинку. Я картинку, конечно, взял от души интересную. Ну, вот так вот сделаем. Чтобы было понятно, что картинка вставилась в этот блок. Ничего страшного. Мы можем добавлять эти блоки до бесконечности. Мы можем менять эти блоки местами. То есть, вот таким вот способом мы создаем письмо. В чем преимущество такого способа? Я не настраиваю его через HTML. Я даже не знаю, как там письмо форматируется, как оно там создается, как собирается. То есть, у меня есть готовые блоки. Я именно занимаюсь созданием конкретного письма. Мне не нужно обращать внимание на то, как оно потом отобразится, как оно там будет работать. Это для меня не важно. Для меня важно вставить правильный текст, вставить правильные картиночки. Ну, давай теперь над тобой тоже немножко поиздеваемся. Вставить правильную какую-то информацию конкретную, а не заниматься набиранием вот этих вот знаний. Как же это все будет красиво или некрасиво работать у меня внутри системы. То есть, мы старались сделать так, чтобы вы могли легко менять письма, но в то же время не ломали бы верстку писем. Вот можно заменить телефон. Не знаю. Да, и при изменении сразу же можно видеть, какие изменения происходят письма. Да, изменения применяются фактически в реалтайме. Четверку не дописал, но неважно. Можно сразу в реалтайме видеть, что эти изменения делаются. Здесь встроен наш стандартный редактор. Вы можете делать изменения какие-то там по размеру текстов. Сейчас, конечно, порвет верстку. Ну, да, да, что-то я наговорил. Ну, вот так положим. Для слепых. Все, отлично. Вот блочок у нас достаточно большой. Я его мог изменить. Вот таким способом вы можете делать письмо. Кроме того, что редактор позволяет вам этим письмом управлять, вот так можно было сделать и не дергаться. Так даже удобнее. Кроме того, что вы можете письмо создавать и здесь редактировать достаточно быстро, заменять какие-то данные внутри шаблона, вы сможете еще и сделать предпросмотр этого письма. Посмотреть, как это письмо отображается. Мы закладываем возможность просматривать его в трех устройствах. По умолчанию считаем, что смартфон на данный момент это один из основных источников просмотра. Он у нас стоит на первом месте. Вы можете посмотреть, как данное письмо будет выглядеть на смартфоне. То есть письмо адаптировалось. У нас достаточно адаптивный такой шаблон. По возможности адаптивный, так скажем. Это все-таки зависит от вашего клиента. Но мы проверяли на основных клиентах, которые есть. Письмо достаточно хорошо работает. Это наша мышка маковская, которая умеет закрывать око по клику. Вы можете посмотреть, как ваше письмо будет выглядеть на шаблоне. Вернее, не на шаблоне, а на планшете. Не сохранил я данные, у меня все пропало. И вы можете посмотреть, как будет письмо выглядеть на дисктопе. То есть на дисктопе мы просто добавляем вот такие вот белые, серые, вернее, полосочки по бокам. И делаем на дисктоп. На планшете эти полоски минимальные, на смартфоне этих полосок вообще нет. Письмо максимально адаптировано к шаблону. Вы можете загружать и покупать свои шаблоны. То есть вы можете брать какой-то конкретный шаблон, вставлять свой шаблон. Ну, это у нас интерфейс для получения. Ну, я понимаю, но все равно. Но можно заменить свой шаблончик. Если вы знаете верстку или вам предоставили какой-то шаблон, вы можете его вставить, собирать вот так вот письмо из вот таких вот блоков. Здесь есть все основные элементы, кнопки, карточки, картинки, разделители. То есть вы можете создать достаточно такое приятное на вид письмо с помощью вот таких вот стандартных блоков, которые можно перетаскивать. Кроме того, что у нас есть такие блоки для создания всякой информации, интересное добавление как бы информации, у нас есть еще такие так называемые компоненты. Компоненты у нас находятся внизу. На данный момент у меня в списке шесть компонентов, которые доступны. Будет семь. Насколько я понимаю, последний компонент с получением данных с источников мы еще не сделали. Сейчас скажу, что за компонент появится. На данный момент у меня шесть компонентов в системе. Первый компонент это заказ. Это компонент, который дает возможность вывести подробную информацию о заказе для почты. То есть вы можете указать конкретный заказ, либо система в автоматическом режиме может получить конкретный заказ. Предположим, этот компонент вкладываете в письмо, которое будет работать в триггерной рассылке на покупку клиентам. Соответственно, мы сможем отправить всю информацию по конкретному заказу, который сделал клиент. Вывести какую-то дополнительную информацию. Предположим, в письмо добавить какие-то дополнительные товары. Вы можете выбирать, как в стандартных компонентах, какие поля и какие колонки выводить. Формат даты, размеры картинок и так далее. То есть вы таким вот макаром можете добавлять компонент по заказу. Вы можете отправлять купон конкретному человеку. Но тоже этот купон может быть как универсальный. Тогда будет сгенерирован один купон. То есть по умолчанию, если вы это кинете в рассылку в общую, неперсонализированную, где не подключается пользователь конкретный, то купон будет сгенерирован, насколько я понимаю, общий для всех. Правильно? Если рассылка идет уникальная в рамках конкретных имейлов, то есть каждому имейлу персонально, то будет сгенерирован конкретный купон. Если мы его бросим, то будет каждый персональный купон. Под имейл подстраивается и делается купон. Купоны могут быть как процентные, так на сумму, на каждый товар, на сумму товаров. Просто процентный купон. Вы можете менять шаблоны, компонентов, данных. Не знаю, сейчас предпросмотр сработает, не сработает. Скорее всего, по купону сработает, по остальному вряд ли. Да, заказ не найден, потому что мы номер не передали, но у нас и нет заказов. Купон тоже не сработал. Компоненты предпросмотра сейчас не срабатывают из-за того, что у нас нет никаких данных. У нас есть купон, у нас есть компонент стандартный News List. Это компонент, который имеет возможность автоматически забирать, например, информацию с инфоблока. Это не обязательно может быть инфоблок новостей. Это может быть любой инфоблок с любой информацией, которую нужно вывести в письмо. Компоненты удобны тем, что они в автоматическом режиме забирают информацию с конкретных мест и постят ее. Если вы настраиваете, что берется информация, например, по новинкам, по дате активности, устанавливаете количество элементов, которые нужно отправить, то в данном случае я установил, что по дате начала активности 4 элемента будут автоматически направлены в письме. Сортировочку поставил, поставил количество элементов, которые будут отправлены. Если вы говорите, что, например, по идентификатору я поставлю, то мы по возрастанию. Там нужно выбрать просто инфоблок. Понятно, нет вариантов выбора. Сортировка нечего выбирать. Хотя нет, почему? У меня же есть инфоблок. Можно будет по-человечески. Там еще надо выбрать сам инфоблок. Ниже, он другое. А, сори. Не выбрал. Все, я выбрал конкретный инфоблок. У меня это инфоблок а-ля новости. Ну, у меня нет там никаких, если честно, элементов. Это не товарный инфоблок. Ну, предположим, по идентификатору я выбираю конкретный инфоблок. Говорю, что 4 последних идентификатора. Пусть будет вот так по убыванию. Соответственно, получается, при такой сортировке я возьму последние 4 элемента, которые были созданы. Все. Вот при такой настройке я забираю последние 4 элемента, которые созданы внутри инфоблока. И этот инфоблок автоматически мне отправит какую-то информацию внутрь письма. Давайте посмотрим, предпросмотр сработает для инфоблока. Ну, если что-то есть, то может... Да, там есть информация, теоретически он должен сработать. Да, вот. Последние 4 элемента автоматически попали к нам в список товаров. Единственное, они никак не оформлены. Все-таки мои инфоблоки не предназначены для обработки. Для какой-то они не несут в себе ни картинок, ничего. Это просто текстовая информация, которая сюда выводится. Но главное, компонент сработал. У нас есть компонент, который умеет выводить каталожную информацию. То есть, данный компонент можно указать в какой-то список товаров. Либо в автоматическом режиме вы можете сказать, какие товары. И он возьмет по идентификаторам конкретные товары. Вы можете через запятую их проставлять. Это для одноразовой рассылки очень хорошо работает. Вы можете проставить конкретные товары, которые вам нужно отправить. Эти товары будут отправлены в рамках данного сайта. Да, они красиво выведутся с картинкой, описанием, ценой, кнопкой перехода на покупку. Как я и говорил, у меня здесь есть компоненты BigData. Это компонент персональной рассылки. То есть, я добавляю его. Он в автоматическом режиме по идентификатору пользователя будет сгенерировать ему товар. В зависимости от триггеров он будет разный товар генерировать. Вы можете отправлять клиенту уникальные товары, которые могут заинтересовать конкретного человека. И у меня есть последний компонент. Это тоже компонент BigData. Это компонент, который дает возможность нам делать отправку по остаткам, насколько я понимаю, по тем товарам, которые нужно продать. Сделать до продажи. Это сопутствующие товары заказу. Я говорю, продать те товары, которые нужно как конкретному товару дать список товаров. Не товары уже дать, а те товары, которые подойдут конкретному товару. До продажи, так скажем, сделать. Все. Вот такие вот компоненты присутствуют внутри системы. Вы можете эти компоненты использовать. И появится еще один компонент очень интересный, который даст возможность получать информацию из нашего продукта, информацию из четырех источников. Это профиль вашего пользователя, то есть можно будет любое поле из профиля пользователя в письмо вставить. Вы можете там приветствие прекрасное сделать, например, здравствуйте, Сергей Владимирович, вы последний раз к нам заходили на сайт. И вот эти вот вкрапления, это будут кусочки этого компонента, которые будут публиковать какую-то информацию. Вы сможете отдавать информацию со второго источника. Это профиль, вернее не профиль, а параметры заказа. То есть у нас в заказе могут быть созданы наборные поля, вы можете набрать любое количество полей. И вот эти поля будут браться и добавляться к вам в письмо. Вы сможете взять информацию из доставок и из оплат. То есть можно будет вывести, каким способом оплатил клиент, каким способом он выбрал доставку и так далее. Тем самым вы сможете эти компоненты использовать не обязательно в рассылках или в триггерных рассылках. Это можно использовать в любом письме. Соответственно, вы сможете выводить какую-то дополнительную информацию в письмах, которые отправляются клиенту по сработке на определенные события. Клиент оформил заказ, уходит в welcome письмо, что вот такой-то заказ оформлен. Вы можете, например, сразу в это письмо добавить, что вы оплатили каким-то способом, выбрали оплатить, вы выбрали какой-то способ доставки и так далее. То есть можете выводить дополнительную информацию. У нас был на сайте идея-идея с огромным количеством просьб, чтобы мы дали возможность внутри письма выводить любую абстрактную информацию из вот этих вот четырех мест. Такой компонент на днях появится. Андрей его доделывает и отдает на днях, насколько я понимаю, в тестировании, да? Да. Через некоторое время он выйдет апдейтом и вы сможете его использовать у себя внутри рассылок. Давайте теперь посмотрим, что можно сделать еще с компонентами в плане... Давай я еще покажу по редактору. Давай, да. Это можно сделать? Да, вниз. Да, мы можем еще, перед тем, как начать создавать рассылки, мы можем создать свой шаблон на основе... Нашего, можно сказать. Да, на основе нашего базового шаблона. То есть мы заходим в мои шаблоны. Там мы... Ну давай сюда, например, добавим... Да, тут мы, например, меняем картинку заголовка, ну, если он автоматически не взялся, ваш логотип, вашего магазина. Да, если вы используете стандартное решение, наш шаблон, мы автоматически берем ту картинку, которую вы загрузили к нам в решение. То есть вы используете наш шаблончик, вы заменили, естественно, свой логотип, ну, логотип наш на свой, и автоматически этот логотип выйдет в письмах. А также аналогично автоматически выйдет телефон, насколько я знаю, и футер и подпись полностью тоже выйдет в автоматическом режиме. Да, там что-то есть. Кроме ссылок. Ссылки, естественно, не могут изгенерировать. Да, вы меняете здесь телефон, картинку, возможно, баннер меняете, возможно, какой-то блок, настраиваете ссылки на соцсети. Давай купон сюда добавим, чтобы показать, что шаблон действительно сохранился и изменился. Ну, мы можем еще вот так сделать. И, например, поменять цвет фона. Ну, возможно, мы любители таких сочных, ярких писем. Битрикс, например, синий письм. Да, и, возможно, нас не устраивает темный фон там внизу. То здесь мы настраиваем белый фон. И... Белый некрасиво. Ну, не обязательно. Есть любители белого. Хорошо, как я уговорил. Так, и да, и цвет текстов меняем. То есть цвет ссылок, цвет текста и футера. И, то есть, вот у нас получается белый уже футер с информацией на белом. Ну, да, здесь белая картинка, ее не видно. Собственно, да. И мы сохраняем. Название забыл написать. Да. Система на тебя ругается. Ой, ой, все сломалось. Ну, что-то в автовосстановлении бы сделал. Все работает, завтра восстановляем. Я проверял, ты хорошо запроверял. Ну, я не ожидал, я растерялся, заволновался и нажал не туда. Да, вот, то есть мы, да, создали шаблон у нас с фоном. Там, возможно, мы поменяли блоки, там номер телефона. И дальше мы пойдем в выпуски, создаем выпуск, используем мы им шаблоны, только что созданные. Да, и вот у нас добавляется здесь, мы используем свой собственный шаблон со своими собственными настройками. Да, со своими телефоном. Впрочем, здесь мы только меняем, к примеру, рабочую область, то есть текст анонса. Меняем и сохраняем, отправляем. И в случае, если это будет автоматическая рассылка или триггерная рассылка, если это будет, она будет использовать наш шаблон, то если мы в шаблоне поменяем, например, номер телефона или логотип, то нам не придется ходить по всем автоматическим выпускам и триггерным рассылкам, чтобы поменять это. Фу, молодцы, молодцы. Хорошо сделано. Это был самый такой интересный момент, если много рассылок, потом телефон заменить, это, конечно, обдок. И еще один момент довольно интересный, что если у нас на сайте есть тема оформления для почтовых событий, в главном модуле у нас есть тема оформления, если вы используете, если уже заказали партнерам, к примеру, тема оформления, то она здесь автоматически появится в новом редакторе, ее можно будет использовать. То есть, если у вас уже есть свой дизайн в темах оформления, то у вас сразу же можно здесь его использовать. Вот так вот. Отлично. Ну и давай перейдем, это тоже будет твоя часть, перейдем к последнему нашему сладику, расскажешь, какие события, для чего у нас есть. Да, и довольно часто спрашивали события, это где-то вот с осени, события, как же там нам можно менять свои данные и какие-то письма. То есть, давайте начнем, что такое событие. Событие – это то, что может выполниться перед тем или в момент какого-то действия, которое происходит внутри системы. Да, то есть, мы, например, нажимаем кнопку «Отправить» в рассылку и ждем, когда она будет отправлена. Но в этот момент у нас может запуститься событие и сработать какую-то часть кода, специально запрограммированного, который выполнит что-то, например, с шаблоном, либо еще с чем-то, либо поменяет имена или обращение к человеку по полу из каких-то полей. Да, то есть, у нас есть несколько событий, которые можно использовать. Это, к примеру, события после перехода по ссылке из письма. То есть, можно это как-то информацию использовать, сам урул там перехода и прочее. После отправки выпуска тоже можно что-то выполнить, какие-то изменения, которые вам необходимы. И вот довольно разработчики часто спрашивали, это событие при отправке по каждому получателю. То есть, у нас есть выпуск, у нас есть шаблон, он отправляется каждому получателю, у которого у нас есть списки получателей. И здесь у нас есть перед подготовкой к отправке, есть событие перед подстановкой полей в шаблон и выполнением компонентов. То есть, еще до этого можно что-то поменять или остановить рассылку. То есть, например, это спрашивали, когда хотели отсеять по каким-то параметрам получателей во время именно отправки. И перед самой отправкой письма, когда уже компоненты выполнены, когда уже шаблон собран, из шаблона письмо собрано человеку. И после отправки письма уже со статусом отправки тоже можно, тоже выполняются события, происходят события, и все ваши обработчики, они будут выполнены. Все, по событиям у меня готово. Все, отлично. Так, давай немножко поотвечаем на вопросики. И у нас еще будет включение, мы добавим Светлану Русову, она расскажет свою часть, связанную с рассылками. Спрашивает Виктор, будет ли такой редактор для автоматических писем по событиям? Новый заказ, подтверждение, ну то есть, будет ли этот редактор работать для стандартных писем, которые вы уходите в автоматическом. Ну, вообще, конечно, планируется, но пока мы еще, я не приступал к этому. Так, а если пользователь расписался от одной рассылки, неважно какой, будет ли он получать письма от других рассылок? Да, конечно, будет. Но если вам нужно сделать общую базу, то вам нужно будет создать свою группу адресов, где вы выберете отписавшихся от каждой рассылки в этой группе получателей и добавите в список исключений. Так, Олег Терехов спрашивает, возможно ли дописывать свои компоненты? Да, конечно, компоненты это стандартные компоненты, которые используются внутри письма. Вы можете, мы вот сделаем вам как бы семь, получается, компонентов, вы можете посмотреть, как они сделаны, вы можете делать свои компоненты. Это обыкновенный компонент, принцип проектирования, создания и, так скажем, программирования, он такой же стандартный, как для компонентов, которые выводятся на экран. У них шаблоны немножко нестандартные, вам с ними немножко нужно будет помучиться. Статьи, как делать, такие компоненты, по-моему, нету, но информацию об этом можно найти было на летней партнерке. Выступал, по-моему, Вадим Дуброванус с этим. И, ну, думаю, добавим статью. Как добавить письмо-ссылку для перехода к оплате? Ну, я бы не добавлял такую ссылку внутрь письма, все-таки это не совсем правильная ссылка. Либо вам нужно использовать, например, яндексовскую схему, когда они умеют внутрь письма встраивать определенную систему оплаты. Вот такую ссылку можно будет встроить. Вам нужно будет написать свой компонент или кастомизировать наш компонент какой-то. Теоретически вы можете отправлять кнопку, ту кнопку, которую мы, например, вывешиваем в разделе пользователя, чтобы перейти к оплате. Вы можете ее теоретически отправлять, но не все системы оплаты поддерживают такую систему оплаты. И тут нужно уже смотреть под конкретную задачу. Так. Ну, думаю, пока слезы непонятно. Так, непонятно по заказам. Мы можем подготовить письмо-шаблон для оправки писем клиентам после заказа или после изменения статуса заказа? Да, можете. У нас прям есть такой триггер, который срабатывает после заказа. То есть клиент сделал оформление письма, это спрашивает Виталий. Мы можем установить количество дней, которые вы делаете отправку. Вы можете взять наш компонент Big Data, который отправит к этому товару, который был внутри этого заказа. Он отправит какие-то сопутствующие товары, например. Вы можете сделать такое письмо, которое, например, попытается до продажи сделать каких-то товаров к конкретному заказу. Да, это сделать возможно. Так, опять про компоненты. Можно ли свои делать? Да, можно. Так, вопросов очень много, а времени достаточно тоже много. Давайте попробую я сейчас найти Светлану Русову у себя в списке и переключиться все-таки на нее. Ее часть она расскажет. И может мы попозже попробуем вернуться к вопросам. Так, нашел я Светлану. Сейчас я ее сделаю презентером. Так, ну и ждем переключения Светланы. Добрый день. Слышно меня? Итак, меня зовут Светлана Русова. Я руководитель учебного центра Быстранг. И продолжая прекрасный рассказ по поводу имейлов в системе 1СБитрикс, хочу немножко обобщить и поговорить о том, какие в принципе у нас существуют виды писем. Да, и немножко поговорить про то, как вот эти все прекрасные инструменты встроить в единую нашу стратегию. То есть, чтобы мы письма отправляли не хаотично, да, вот так вот подумали о новый компонент. Давайте попробуем, как очень любят делать многие разработчики и многие владельцы сайтов. Есть прекрасная возможность. А давайте разошлем всем что-нибудь, потому что у нас вот есть теперь компонент, который умеет отправлять купон на скидку прямо в письме, прямо всем. Круто. Да, очень круто. Но если мы говорим про то, что у нас бизнес, если мы говорим про продажи как систему и про то, что мы хотим повышать, например, продажи, вообще как-то этим процессом управлять и контролировать, то лучше все эти прекрасные инструменты встраивать, да, в какую-то единую систему. Итак, первое, да, когда мы говорим про имейл сайта, мы это, по сути, мы выстраиваем систему имейл маркетинга. Я здесь вынесла несколько моментов ключевых, которые, в общем-то, являются, ну, базовыми при выстраивании всей этой системы. То есть имейл маркетинг сам по себе, это только одна из стратегий, которая позволяет выстраивать коммуникации с клиентом. Безусловно, это очень хорошая, очень удобная, очень эффективная стратегия, ну, как это, если мы умеем ее правильно готовить, конечно. Что здесь важно? Мы выстраиваем коммуникации с клиентом напрямую, да, то есть мы знаем, если уж у нас есть его имейл, то, скорее всего, если мы, конечно, не купили действительно эту базу, как сегодня уже не раз вспоминали, а если это вот наша кровная родная база, то что-то еще мы про этого человека знаем. Мы можем знать, как минимум, с какой рекламной кампанией он к нам пришел, да, мы можем отследить, какие страницы на сайте он смотрел. То есть какая-то информация о нем у нас уже есть, поэтому через письмо нам с ним проще коммуницировать, то есть нам проще с ним разговаривать, но у нас есть какая-то общая тема для разговоров, да, то есть что-то мы уже такое про него немножечко знаем. Дальше, очень важный момент, что имейл-маркетинг должен вписываться во все остальное. Да, но тут до банального доходит. На сайте, например, у меня есть такой замечательный пример. Одна компания, хостинг, занимались хостингом, сейчас их уже, по-моему, не существует, лет 7 назад они работали, и была такая у них стратегия. То есть у них на сайте везде они общались очень в такой, в неформальном ключе и в достаточно доверительном тоне. Все время предлагали, что обращайтесь к нам, там, оставляйте какие-то свои вопросы, пишите им что-то. Но при этом это вот то, что было прописано на сайте. У них свой блог, форум, везде все это в едином стиле выдержано. То есть они открыты для внешних коммуникаций, готовы со всеми общаться. Но если отправлять запрос им, например, в техподдержку, либо написать, заполнить ту форму, то в ответ приходили настолько казенные и настолько канцелярские письма, что просто контраст был очень сильный. О чем это говорит? На сайте, везде, где они выступали, на каких-то мероприятиях, где они общались, они транслировали одну стратегию поведения с клиентом. А про письма забыли. В письмах у них остался там стандартный... Ну, я так думаю, что просто не меняли те стандартные шаблоны, которые у них были. Либо там кто-то когда-то один раз написал что-то таким не очень красивым, не очень живым, я бы сказала, языком. И так это и работало. И это очень сильно портит впечатление. Если вся компания себя открытая, вдруг в письмах появляются такие канцеляризмы, очень сложные какие-то слова, очень какие-то непонятные вообще сообщения формальные, то разбивается вот это впечатление, которое они с трудом строят и поддерживают. Ну и что важно, да, рассылка, любая рассылка, какая бы она замечательная ни была, автоматизированная либо ручная, это все-таки только один из инструментов. Для того, чтобы у нас это все сложилось в единую какую-то систему, да, поскольку времени мало, я сейчас уже не буду тогда останавливаться подробно на инструментах, буду просто ссылаться на те инструменты, про которые рассказывали Юрий и Алексей, просто говорить, что вот помните там, помните тут, да, но в целом. Итак, какие у нас есть виды писем? Я вынесла сюда пять писем, пять видов писем, да, уведомления, напоминания, цепочки писем, выпуски, рассылки вручную и автоматизированная рассылка по сегментам. Если мы говорим про уведомления и напоминания, если брать классический email-маркетинг, то это называется транзакционные письма. То есть это те письма, которыми система автоматически реагирует на какие-то действия пользователя. И это не цепочка, это одно письмо. Например, вы зарегистрировались на сайте, да, на ваше сообщение был оставлен, там, на ваше сообщение на форуме появился новый комментарий, да, еще что-то. То есть вот какие-то такие простые письма, да, вы забыли там напоминание, да, я забыл свой пароль, пришлите мне его, пожалуйста, там, или еще что-нибудь. Вы давно, там, вам нужно оплатить, допустим, если у меня подписка, да, ваша подписка заканчивается, ее нужно продлить оплату и так далее. То есть это все транзакционные письма, они, в принципе, что здесь важно, да, они точно так же представляют нашу компанию в интернете, они точно так же дают какую-то информацию о том, как мы общаемся, да, как мы себе представляем своих клиентов. Поэтому здесь обязательно то, что упоминали, темы оформления, да, сегодня про них сказали немножко вскользь, что вот там вот они существуют. Они действительно существуют, и это очень здорово, когда у компании выстроены шаблоны писем в едином стиле. То есть мы можем темы оформления, я так подозреваю, что и вот то, что новые возможности прекрасные, которые есть в визуальном редакторе в новом, там будут доступны пока не все, но что-то явно туда тоже будет постепенно перетекать из инструментов. То есть здесь очень важно сделать красивые темы оформления. Я в конце покажу, в конце своей презентации у меня будет ссылочка на несколько ресурсов, где есть различные шаблоны. И можно взять HTML-код оттуда, да, с минимальными какими-то изменениями, установить его себе на сайт, вот, и, собственно, дальше вы сможете с ним работать. Очень часто, такая картинка для эмоций, для привлечения, смотрите, очень часто уведомления остаются без изменений. И когда мы получаем такое письмо, ну, вот возникает что-то вроде такой смешанной какой-то непонятной реакции. Например, тоже хостер, но уже другой, в течение, по-моему, 148 что ли дней ежедневно присылал мне информацию о том, что мне нужно пополнить счет на аккаунте. При этом в письме не было ни номера аккаунта, ни указания на домен, на имя, ни еще какой-либо информации. И я, в общем-то, наверное, ну, я так догадалась, что это одно из писем, да, которое, в принципе, адресовано, как бы, не мне лично, все-таки клиентам, для которых мы делали сайт. Я их там какими-то сложными путями вычислила, кто это, да, про кого идет речь. Но не было даже ссылки, что если вы не хотите, да, то как бы мне от всего этого чуда отказаться. То есть на 148 день я просто, я пыталась там раньше им еще написать, но они как-то не вняли моим просьбам. В итоге я просто к ним дозвонилась и нашла менеджера, который вот под моим руководством нашел это письмо, вернее, нашел аккаунт, перевел в статус, что он больше не активен. Нет, конечно, оптимизм этот радует, что они рассчитывают, что все-таки там через 148 дней я вернусь и что-то сейчас вот у них оплачу. Но даже если бы я захотела, в этом письме не было никакой возможности это сделать. То есть мне предполагалось, что я сама вспомню, что за домен, что за хостинг, какой у меня там логин, да, как мне туда войти, что мне сделать. То есть никакой вот такой, я, ну, как в явном виде, да, информации, что я должна сделать, не выводилась. Ну, по сути, такой счетчик дней. Вот, поэтому, чтобы ваши клиенты не смотрели на ваши письма вот так, думайте, что цель, да, перед, что они должны сделать, какая цель вашего письма. Если вы им отправляете данные регистрации, то проверьте, чтобы там было написано что-то внятное, что ваш логин такой-то, вы зарегистрированы, например, на такой-то имейл. Для того, чтобы войти на сайт, перейдите по этой ссылке. Если у вас в письме пароль не отправляется, сервисы бывают разные, сейчас не об этом, да, в общем-то, отправлять, не отправлять письмо, это можно тут холиварить часами, пароль в письме, в смысле. Мы просто пишем хотя бы, где его сменить, где его установить. Следующий момент. Напоминание. И когда мы смотрим на письмо, то чаще всего мы рассчитываем, ну, как нам кажется, вот мы сейчас отправим напоминание, пользователь вспомнит и сразу все сделает, так как мы ему предлагаем, да, то есть вот если он запросил какую-то информацию, то скорее всего она ему нужна. Но тут важный момент, что, опять-таки, должна быть вся та информация в письме, которая действительно нужна. То есть если я запрашиваю пароль, да, то должна быть инструкция по восстановлению пароля, чтобы мне было понятно, куда мне перейти, что нажать, что где добавить. Если я запрашиваю, да, какие-то данные, какой-то доступ, еще что-то, повторную оплату, повторную отправку каких-то данных, например, что там подписывались, не подписывались, еще что-то. То же самое. У меня должно быть понимание, что мне делать после вашего письма. И тут важный момент. Последнее время встречается такое, ну, это немножко ажиотаж, я так понимаю, на фоне кризиса. На любое действие клиента мы начинаем посылать ему сразу кучу писем и, в частности, предлагать массу скидок. Ну, вот не нужно этого делать, да, то есть не перекармливайте клиента своими скидками и предложениями, чтобы он не смотрел, в общем-то, на ваши письма уже как на такую привычную ситуацию, что сейчас я тут запрошу пароль, мне придет скидочка. К сожалению, сейчас доходит именно вот уже до такого. Держите себя в руках, структурируйте и помните опять-таки о цели. Цель напоминания, напомнить клиенту то, о чем он вас спросил. Следующий момент – это цепочки писем. Здесь тоже картинка у меня такая. Огромный тигр ныряет в воду, собственно, за совершенно небольшим кусочком мяса. Вот сейчас, когда начинают настраивать цепочки писем, создается именно такое ощущение. Чувствуешь себя этим небольшим кусочком, за которым полезут и в вагоне, и в воду, и куда угодно, вот, лишь бы умудриться и успеть что-то продать. Цепочки с появлением – это круто, это здорово. Что рекомендую? На мой взгляд, для имейл-маркетинга, вот те цепочки, которые сейчас есть в Битриксе, стандартные триггеры, их все-таки недостаточно, ну вот совсем-совсем. То есть отправлять пользователю письмо только потому, что он не заходил на сайт, а если он у меня делает заказы по телефону, он вполне живой и активный. И что ж я его, бедного, буду дергать постоянно. Да, то есть, ну, нужно смотреть под ключевые метрики, которые важны именно для вашего сайта. Если у нас сайт информационный и основная цель – общение, тогда, да, конечно, наша задача – вернуть пользователя на сайт, чтобы он пришел и пообщался. Но если наш сайт – это, например, магазин, да, либо у нас какой-то сервис, связанный с подписками, но не заходил и не заходил, он, в общем-то, может взаимодействовать с нашим продуктом, с нашим проектом как-то по-другому. То есть другие события нам нужно отслеживать, а вот это индивидуально. Смотрите на своем сайте, строите воронку продаж, строите воронку поведения покупателя и выделяете те события, после которых вам важно его догнать или вернуть. Дальше, смотрите, у меня тут сбилось немножечко форматирование, да, продающий шаблон цепочки, а дальше вот пять пунктов, это как бы относится к нему, по идее, должно бы сдвинуться на один уровень, но немножко сбилось. Первое – шаблон цепочки, вот триггерный. Посмотрите те цепочки, которые есть в битрексе, в плане, какие возможности там вообще существуют, да, у этого инструмента. Но, когда мы начинаем выстраивать цепочку для своего магазина, опять-таки, помним про цель. Не надо с первого письма предлагать скидку, не надо сразу же там агрессивно набрасываться на клиента и рассказывать ему, например, о недостатках нашего магазина. Ну, это я почему, да, там в одной из цепочек есть такое, что может быть, вы там не смогли оформить заказ, может что-то не получилось, ну зачем же так сразу, все получилось, битрекс прекрасен, да, там все работает. Поэтому мы сразу ориентируемся на то, что пользователь отложил товары, ну, позитивнее, да, отложил товары для того, чтобы подумать, чтобы принять решение позже. Мы ему просто напоминаем через пару дней, вы там товар отложили, вы, наверное, уже приняли решение, да, перейдите, закажите, оплатите, да, все будет хорошо. То есть первое письмо – это все-таки напоминание без негатива, да, в позитивном, что вот там у вас есть товары. Дальше, очень важно на этом шаге сегментировать клиента. И, в принципе, все, вот остальной, следующий блок из четырех повторяющихся шагов, да, мы, по сути, его повторяем много раз. Если у нас стандартно, да, считается классический маркетинг, что нужно выстроить семь-девять касаний до клиента, то сейчас большинство интернет-бизнесменов говорят о том, что после седьмого-девятого касания все только начинается. То есть семь-девять касаний мы тратим просто на то, чтобы вообще получить хотя бы имейл клиента, а дальше нам нужно выстраивать с ним взаимодействие. И вот тут мы сегментируем их по тем ссылкам, которые они написали. То есть, например, вот прекрасный был вопрос, да, если пользователь кликнул на какую-то ссылку, как запустить ему другой триггер? Пишем, заканчиваем одну цепочку на этом клике, да, ставим для первой цепочки целью клик по ссылке, и после этого клика создаем новый триггер, у которого будет своя структура, своя цепочка. Почему? Для чего это удобно? Например, у нас какой-то сервис, да, либо магазин, либо там информационные продукты, например, для клиентов мы предлагаем, и пользователь оставляет нам свой имейл. Само по себе это уже счастье. На Риве, когда мы были, ну, слушали доклад, не помню, сейчас один из интернет-магазинов, говорили, что они готовы давать скидку до трех тысяч, да, оставленные пользователем имейл. Ну, там маржа большая, да, достаточно дорогие продукты, но тем не менее, то есть имейл, получить имейл клиента, это уже круто. Вот, значит, само по себе, что мы получили имейл, это уже счастье, это уже событие, но дальше нам нужно с ним что-то сделать. И вот здесь важный момент, если мы начнем слать клиенту то, как нам кажется, что ему интересно, ну, процентов на 80 мы не угадаем. Скорее всего, у него своя картина мира в голове, да, и он подписался, среагировав на какое-то из слов, на какое-то из предложения на нашем сайте. И мы хотим ему отправлять то, что ему интересно. В первом же письме предложите ему просто кликнуть на ту ссылку, да, которая ему интересна. Это один вариант. Например, да, вы просто отправляете письмо, говорите, если вас интересуют, допустим, да, вот у нас учебные курсы по разным направлениям, и я отправляю письмо. Если вас интересует управление сайтом, да, кликните сюда. Если вы хотите работать с интернет-магазином, сюда. Если вы разработчик, и вас интересует там школа разработчиков, сюда. Соответственно, люди, кликая просто на разные ссылки, у меня попадают, сегментируются по разным базам, да, и дальше получают свою пометочку. Дальше при желании я могу их сегментировать как-то еще. Это вариант влоб, да, вариант, так, более завуалированный. Отправляем в рассылки несколько анонсов, несколько, там, допустим, анонсов статей, либо каких-то мероприятий, и смотрим, опять-таки, да, по тематике мероприятий. Если пользователь переходит на мероприятия, связанные с магазином, то мы его уже как минимум помечаем, что он интересуется магазинами, и дальше мы ему будем ссылать что-то, связанное с магазинами в том числе. Если он, например, никогда не заходит у меня в тот блог, который я адресую разработчикам, ну, соответственно, да, это явно не его, ему нужно отправлять информацию по другой теме. И как только мы сегментируем, выделили сегмент, отправили какое-то предложение. Не сильно такое перегретое, да, не очень там давящее, но тем не менее простое предложение. А дальше мы потихоньку подогреваем клиента, выстраиваем с ним касание, то есть отправляем ему какую-то информацию, что-то рассказываем, показываем какие-то кейсы, и все это чередуем своими предложениями. Что у нас еще есть? Точнее, даже давайте вот что еще. Посмотрите, если вот эта тема по построению именно цепочек писем вам интересна, посмотрите, есть очень интересный кейс, как отправляет Evernote. Замечательный сервис, думаю, что многие из вас его знают. У них есть статистика, что в среднем пользователь определяется, будет он что-то у них покупать платное или не будет в течение 37 первых дней использования. И у них есть там свои ключевые дни, когда, что они отправляют. Просто погуглите, поищите. Я знаю, что есть описание в блоге у Андрея Зинкевича, на его вебинаре я, собственно, это слышала. Ну, кстати, тоже на поискай, да, очень интересный автор, который замечательно рассказывает про технологии мейл-маркетинга. Посмотрите, как выстроена вот там эта цепочка. И опять-таки в цепочке обязательно должна быть понятная и измеримая цель. То есть не просто мы хотим отправить все свои письма и очень расстроимся, если пользователь вдруг уйдет и не дочитает, да, а мы хотим, чтобы он оформил заказ, да, либо он его оплатил, либо он там перешел, ну, пришел на какое-то наше мероприятие. То есть эта цель должна быть понятная и у нас должен быть какой-то понятный инструмент, как мы измерим, что, ну, вот это состоялось, да, то есть либо заказ оформлен, либо он появился на мероприятии, вот, ну, либо он хотя бы на него зарегистрировался. Следующий инструмент – это выпуск рассылок вручную, да, но тут, когда мы ее пишем, собственно, что у нас происходит, да, то есть мы сами что-то придумываем, да, старательно и пытаемся подобрать, то есть эта каждая рассылка оказывается достаточно уникальной. При этом ручные рассылки рекомендуются, когда у нас происходит что-то особенное, не дай бог какие-то сбои, да, тоже только вручную, мы тогда это отрабатываем, составляем письмо, там, выдерживаем, ну, выдерживаем в письме весь тот стиль, тон, с которым мы обычно общаемся с покупателями, если вдруг что-то пошло не так. Это мы, конечно, отправляем тоже вручную. Если у нас, например, наоборот, какое-то очень радостное событие, да, либо мы вдруг там приняли участие в чем-то, либо еще что-то такое, куда мы хотим пригласить тоже своих пользователей, то же самое вручную. Здесь важный момент, что базу таких получателей, ну, мы чаще всего формируем вручную, либо, да, это мы, ну, пользуемся какими-то готовыми заготовками. Тоже примеры ручных выпусков, это всякие поздравления с праздниками, вот, тут важно, да, помнить, что когда мы поздравляем, пользователи разные, и не все рады, например, чтобы их там наш магазин поздравлял с днем рождения, например, ну, большинство не очень рады получить, там, 30-е анонимное, по сути, поздравление, там, от какого-то очередного сервиса в свой день рождения. То же самое касается там новогодних и других рассылок. Не всегда это повод напомнить о себе, вернее, не всегда это положительный повод напомнить о себе. Есть такой пример, но это, правда, касается групп ВКонтакте, что первого, ну, в новогодние праздники, в январские, да, вот эти, в начале января, админы групп даже не пытаются добавлять туда ничего нового, особенно первые дни, потому что 1 января люди просыпаются и хотят начать жизнь с чистого листа, заходят, а тут у них раз и какое-нибудь поздравление от какой-нибудь группы, которая когда-то им была интересна, но как-то интерес уже под угас. Ну, и они, соответственно, думают о, и радостно отписываются, да, выходят из этой группы. С письмами будет то же самое. То есть, если вы отправляете письмо, а пользователь ему не рад, а вы отправили его в такое вот эмоциональное время, да, то шанс того, что он отпишется, очень велик. Он подумает, да, что-то вот про свои товары они мне все рассказывают, а мне читать некогда, тут еще вот с Новым годом напомнили, вот хорошо, сейчас время есть, я отпишусь. Поэтому время для вот таких ручных выпусков выбирайте. Если у вас магазин как-то связан с Новым годом, да, там что-то можно купить к Новому году, там, пусть с натяжкой, но это могут быть подарки, вот, то, да, конечно, надо отправлять, но опять-таки не 30-го, 31-го, да, как многие любят в последний рабочий день, сейчас мы всех осчастливим, а все-таки это делается заранее, когда подарки еще покупаются. И важный момент, последний пункт, я тут даже вот знак восклицательный поставила, ручные выпуски мы делаем обязательно перед тем, как автоматизировать. То есть перед тем, как запустить цепочку, перед тем, как сделать рассылку по сегментам, автоматизированную полностью, тестируем на ручных выпусках, проверяем, смотрим на отклики, смотрим на реакцию. Когда у нас все, видим, что все хорошо, да, скорее всего, у нас уйдет довольно много времени на отладку. По опыту при внедрении имейл вот такого маркетинга, как система, в сайт первые выпуски отправляем вручную, и они корректируются еще 3-4 раза, прежде чем это дойдет до состояния, что можно отправлять всем. Вот только как, да, мы довели до состояния, что у нас там ошибок по нему практически нет, да, тогда мы уже это автоматизируем. Ну и последнее, это мы делаем уже автоматические рассылки, то есть мы заранее выделили сегменты. По выделениям сегментов есть отдельная интересная тема, то есть как в Bittrex есть прекрасные инструменты, которые позволяют нам сегментировать покупателей. Они не связаны напрямую с рассылками, да, ну в смысле с модулем рассылок. Что-то есть в модуле интернет-магазина, что-то есть в веб-аналитике, вот, но у нас есть замечательные возможности, как нам разделить покупателей сразу же на определенные сегменты, и мы выделяем их по этим сегментам, ну, например, мы можем провести АБЦ-анализ клиентов, выделить 15% клиентов, которые приносят нам максимум прибыли. Конечно, мы им будем писать не то же самое, как тем последним 15%, которые нам вообще прибыли не приносят. Да, поэтому вот эти вот границы, что, кто, куда у нас попадает, прекрасно строятся при помощи стандартных инструментов Bittrex. Вот, перед тем, да, выделили сегменты, настроили саму рассылку, протестировали еще раз вручную, много-много раз на своих кошечках, и только после этого запустили, нажали вот эту волшебную кнопку «Отправлять автоматически», да, которую показывали, где она находится, вот, только после этого начинаем уже отправлять и работать. Ну и последнее, да, я обещала показать сервисы, это сервисы рассылок и отдельно бесплатные шаблоны рассылок. Ну, можно сейчас сделать, не знаю, там, скриншот с экрана, да, потому что я понимаю, что у вас это все не кликается, вот, если необходимо, то у меня вот здесь есть мой имейл, кому интересно, можно отправить запрос, я пришлю саму презентацию, да, пришлю вам эти ссылки, сразу скажу, что добавлю вас тоже в нашу базу подписок, если вы активно не будете возражать, вот, и, собственно, хочу пригласить вас на мероприятие, вот, которое будет посвящено именно маркетингу, выстраиванию системы имейл-маркетинга для интернет-магазина. Будет онлайновая группа, то есть в формате вебинара с 18 февраля начало три занятия, систематизируем, то есть собираем в едино то, что у вас делается сейчас, рассматриваем какие-то кейсы на примере, опять-таки, того, что происходит, того, что делается на ваших проектах, там набор домашних заданий, да, три занятия с перерывом в неделю, неделю вы выполняете что-то дома, потом переходим дальше, и, опять-таки, для того, чтобы записаться, записаться не просто со скидкой, пожалуйста, пишите мне на имейл, да, который сейчас видите на экране, вот, я вам тогда пришлю особые условия по участию в этой рассылке. Собственно, у меня все, да, готовы ответить на вопросы, если есть время, если нет, то просто передаю слово. Да, Светлана, сейчас я посмотрю, есть ли вопросики, я отобрал вопросы для нас, мы еще на пять вопросов хотим ответить, если нет, то... так. Ну, тут вопросов как бы нет, зато есть пожелания. Жаль, говорят, что Светлана рассказывает это в отрыве от маркетинга 1С Битрикс. Люди бы хотели видеть, конечно, что вы эти рассылки пытаетесь сделать через нас. Ну, я бы попыталась, но это сейчас займет тогда минут на 40, я поэтому, да, к сожалению, просто нет времени. Потому что это всегда действительно интересный. Нет, я вас тогда перекрепляю на себя. Да, спасибо. Так, давайте я отвечу на вопросы, и мы будем немножко завершаться. Я выбрал пять вопросов последних, на которые мы хотели бы ответить. Вопрос от Андрея. Почему при запуске картинок, при рассылках видно только ссылки на картинке? Ссылка на картинки, вообще картинка сама берется из настроек в главном модуле. Я вам сейчас покажу. Нужно обязательно проверить, чтобы в главном модуле, чтобы нормально картинка отобразилась, чтобы в главном модуле был указан ваш правильный сайт. Сейчас я сверну, у меня здесь экран замирается. Вот здесь вот, URL сайта без HTTP. Вот здесь нужно, чтобы ваш сайт был правильно указан. Тогда в письма будут попадать правильные картинки. Нужно здесь проверить, где ваш список сайтов, внутри настройки сайта, тоже проверить, что вот здесь домен прописан корректно, и вот здесь домен прописан корректно. То есть проверьте, чтобы вот эти данные были прописаны корректно, и тогда письма будут приходить правильно, и у вас с картинками все будет хорошо. В остальных случаях никаких проблем не должно быть. Клиент спрашивает, Александр, можно ли редактировать дизайн компонентов, подключаемых к письмам? Да, дизайн компонентов редактировать можно, это наши стандартные компоненты, я уже это говорил, повторюсь. Это обыкновенный шаблон этих компонентов, вы можете эти шаблоны исправлять под себя, что хотите, можете в них делать, делать свои красивые, как вам нравится, и использовать. Если пользователь ничего не сделал на сайте, просто посмотрел товары, можно ли запустить триггеры, присылать письмо с товарами? Можно, если этот пользователь хоть где-то оставил e-mail, то есть нужно все равно как-то от него e-mail получить, если он даже ничего не сделал, просто зашел, либо этот пользователь должен быть уже вашим пользователем, у него уже должен быть e-mail, тогда можно сделать какую-то сработку по какому-то событию вашему, например, на покидание сайта или еще на какие-то вещи, но это будет нестандартный триггер, у нас такого триггера внутри системы нет. Будет ли загруженный из HTML письма, ну, то есть если загружу я HTML письмо в ваш редактор, будет ли он обрабатываться в новом редакторе, нет, не будет, это нужно делать специальные шаблоны, вы можете посмотреть как сделаны шаблоны у нас, скорее всего Андрей, он обещал вообще статью сделать, как делать такие шаблончики, но он ее, наверное, сделает. Да, я напишу статью, там очень небольшие изменения, это буквально нужно разметить области, куда можно бросать блоки и поддержку некоторых классов стилей, которые мы используем, используют блоки. То есть нужно будет ваш вот этот шаблон письма, который вы хотите загружать, вам нужно будет его немножко разметить и оно будет автоматически попадать в наш блочный редактор и использоваться. Да. И вопрос от Татьяны, можно ли одного пользователя добавлять в разные группы получателей рассылок? Да, Татьяна, можно, и мы это не раз показывали, то есть вот эта общая база, куда я загрузил первоначально данные, это делать вообще, кстати, не обязательно, правильно Андрей меня тогда дополнял, а вот коннекторы, это как раз те имейл-адреса по определенным фильтрам, которые вы отбираете, и вот эти именно имейл-адреса могут быть пересекаемы там по разным критериям, вы можете отобрать пользователей, например, которые покупали позавчера и тут же рядышком отбирать пользователей вообще, делать им отдельную рассылку, то есть пользователи могут пересекаться, принадлежать разным рассылкам. Да, в одной группе могут быть разные коннекторы, могут быть одни и те же коннекторы, ну, фильтры, и в одной рассылке могут быть разные группы, и одна и та же группа может быть в разных рассылках, то есть любое. Спрашивают, почему сегодняшнее письмо не пришло вот с напоминанием о том, что произошло как бы подключение к вебинару, почему оно некрасиво? Это письмо отправляется через сервис, через который мы ведем, насколько я понимаю, видеотрансляции, либо девчата еще не перешли, и Сергей, руководитель нашей компании, генеральный директор, он сказал, что все, пользоваться только собственным сервисом, мы отказались от сервиса внешнего, который использовали, и теперь будем использовать свой сервис, и девчата могли просто еще не успеть перейти на наш сервис, то есть перевести все письма, они потихонечку их переводят. Я бы хотел закругляться, все-таки мы уже и так превысили два часа, пожалуйста, напишите в комментариях, был ли вам полезен наш вебинар, можете по 10-бальной шкале отметить, насколько он был полезен, на эти отзывы очень важны для нас, мы стараемся вебинары готовить, исходя из ваших отзывов, исходя из ваших вопросов, стараемся делать интересными и полезными их для вас. Если у вас есть идеи, пожалуйста, пишите их на сайте идеи, это сайт идея.1sbittrex.ru Ваши идеи достаточно популярны, сразу же выполняются и берутся в работу, самое главное понимать, что в работу берутся те идеи, какой модуль в данный момент находится в разработке. Вот сейчас в данный момент модуль e-mail маркетинга активно программируется, активно разрабатывается, активно внедряется и так далее. И если ваша идея будет интересна, с высокой долей вероятности она будет внедрена в ближайших обновлениях. Всем спасибо, было приятно вам вести вебинар. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok